Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 18 июля 2016 года, выпуск номер 90. Время 25.11 по Челябинску. Всем привет! У нас для вас, как всегда, есть несколько громких тем. Значение движения для UX. Как же найти время, чтобы стать крутым разработчиком? Форест Гамп Интернета. Погнали! Ну, на самом деле, Форест Гамп Интернета, это я думаю, что у нас подкаст будет сразу в первой десятке кинопоиска, наверное. Да, после побега Шаушенка Интернета и других картин знаменитых, да, и других выпусков нашего подкаста будущих. Да, бриллиантовые руки Интернета. На самом деле, прям много всего накопилось за эти три недели, мы прям соскучились по вам. Или, знаешь, по правилам русского языка, правильно, соскучились по вас. Не, по вас, наоборот, неправильно. Это да, это быдло так говорит. Блин, вот дерьмо, так оно просто и косноязычное. Но, по-моему, типа Пушкина кто-то писал, что по вас. Ой, я не хотел. На самом деле, ты говоришь, вот накопилось много тем. А где же копят наши темы? Я просто хочу рассказать для тех, кто, может быть, первый раз с нами, например. Кстати, если вы первый раз с нами, нажмите обязательно кнопку подписаться, да, на YouTube, если вы на YouTube. Ну и свой первый палец вверх поставьте. Свой первый, да. И для тех, кто все-таки не в курсе, на youwebdesign.ru у нас появляется каждый раз пост перед подкастом, когда мы его пишем, о том, что можно оставлять в нем в комментариях свои темы для следующего подкаста. И мы их обсудим, если они нам вот прям понравятся сильно. Если прям не понравятся, мы, как обычно, скажем, что тема говно, и вы просто будете счастливы, что мы вас отметили. Да, мы прочитаем ваш ник. Мы в тайнах, в глубинах админки нашей WordPress'а узнаем ваш IP-шник. Сможем вас вычислить по IP, там что-нибудь встретиться с вами, словиться. Так что, да, обязательно заходите к нам на сайт youwebdesign.ru, посмотрите в сайт-баре, что у нас там происходит, там всегда есть тема к ближайшему подкасту. И там прям пишите, добавите комментарий, я такой-то, такой-то, обсудите вот такую-то хрень. Ну, в принципе, можно, кто опять же первый раз, у нас сразу же рубрика дизайн. Да, я прям хочу еще болью поделиться перед этим секундной, что мы пишем наш подкаст на первой паблик-бете macOS Sierra, и наш скринфлоу, бережно купленный на ваши деньги, которые вы нам жертвовали практически год назад, я уж не помню, когда это было, он отказался работать. Поэтому мы бесплатным триаром, триаром, триалом Camtasia некоторые воспользовались, посмотрим, как она вообще себя покажет. Ну, ты понимаешь, что сейчас девяностый подкаст, я хочу снова отметить, и это как возрождение, возможно, поэтому то, что мы сегодня на новом рекордере, это может быть круто. Может быть, это знак, может быть, мы так с ним и останемся их, потому что, видишь, вышел скринфлоу 6, его надо заново покупать. И у нас как бы сейчас есть некая, я не знаю, вилка, некая вот развилочка, что покупать, то, все. Ну, в общем, ладно, посмотрим, как это все будет происходить, и можем с места в карьеру в рубрику «Дизайн». У нас написано «Дизайнить» прямо в коде первая тема. Да, первая тема – это интервью. У нас сегодня несколько интервью, насколько я помню. Да. Так вот, первое интервью – это… Обратите внимание, кстати, у нас сегодня много статей с блогов, которые выглядят как медиум, но не медиум. Вот, например, stories.uplabs.com. Я так понимаю, что внутри медиума можно теперь… Я просто вас спрашиваю, дорогие наши слушатели и зрители, потрудитесь… Потрудитесь… Нет, потрудитесь написать в комментариях, как это они… Вы… Вы… Люди или как-то проплачивают в админке медиума там свой кастомный домен или как-то еще, но прям… Или просто все косят под медиум. Ну, тут тупо, здесь просто реально sign-in, sign-up, и оно редиректит именно на медиумовский sign-in, sign-up. А, я вижу, да. То есть, грубо говоря, это все-таки именно как-то с помощью медиум-платформы сделано, и мне интересно, как. Но да. Ну, давай начнем. Давай начнем. Мэтью Аусагель некий, между прочим, создатель WoW.js. Помнишь, это такая библиотека, которая при скроллинге, там всякое появляется. С ее помощью можно делать… World of Warcraft появляется. Практически, да. Там с долгом еще демка была. А, да-да-да. Давно это было, мы, может быть, полтора года, год назад в паблике делились. Кстати, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Так вот, он интервьюирует чувака, которого зовут Крис Геннон. И Крис Геннон, он автор, на самом деле, большого количества SVG-шных демок, которых мы тоже выкладывали. Не, я больше хочу сказать, то есть, король SVG. Прям, да, практически Геннон рифмуется с Кэннон, а Кэннон это пушка, и вот он SVG-пушка. Ты имеешь в виду, то есть, если бы был, допустим, Майкл Джексон, да, рядом, а рядом Геннон был. Они оба короля, как бы. Да, они два короля. В принципе, один червей, другой пикей. Я не знаю даже, кто из них кто. Ну, я знаю, кто червей. Ладно, давай. Так вот, и Крис Геннон, он прям услужливо ответил на вопросы блога uplabs.com. Привет, Крис, вы лидер анимированных SVG. Как вы называете свое искусство дизайн прямо в коде? Опишите, что это означает. И на самом деле, все интервью это Крис Геннон выпендривается. Он рассказывает, что он настолько охрененный. Как и любой интервью. Согласен, кстати, практически. Ну, кроме ежедневных брифингов у Марии Захаровой, я там, не знаю, или Пескова. Там тут нечем выпендриваться, знаешь. Или там, ладно, неважно. Так вот. И он нам рассказывает о том, что он настолько крутой, настолько дохрена уже сделал SVG-шек в своей жизни, что он многие из них начинает делать в иллюстраторе, а заканчивает уже прям в коде. То есть он уже видит код, и прям вот эти SVG-полигоны, там, пасы, церклы, эллипсы, он прям их уже сразу пишет с координатами. То есть он настолько уже, у него в башке координатная сетка разбита, у него, возможно, у него в голове прям декартовая система координат. Он практически спит с SVG. Я не побоюсь этого слова. Он начинает в постели, а заканчивает... Заканчивает, я даже не знаю где, в ноутбуке. Так вот. И он пишет, что да, на самом деле в этом и суть. Дизайнить прямо в коде, что я буквально чуть-чуть накидываю в иллюстраторе, рисую просто вот прям палка-палка огуречек, а человечка уже рисует в коде, именно открывая соблайн-текст в данном, в его случае. И здесь нам показывают гифки его знаменитых работ. Вот, например, под слайдер я этот видел. То есть он придумывает в башке эти анимации, рисует в иллюстраторе, как бы сказать, болванку, а потом прям в коде начинает их реализовывать с помощью GreenSock Animation Platform. То есть не то, чтобы он вручную все эти крутые анимации писал. Я для наших слушателей просто хочу сказать, зрители и так видят, а для слушателей хочу сказать, что анимации достаточно простенькие. Простенькие, но плавные. И, понимаешь, в простоте и... Черт, я не помню, как там... Есть какие-нибудь поговорки про простоту, что простота это хорошо? Нет, кстати, не знаю. Не знаю, надо рождать. В простоте и суть. Вот что-нибудь такое. Александр Игоревич, цитаты великих людей. Все, гениальное просто. О, вот, я же говорю, это кто-то крутой сказал. Кстати, обратив внимание, здесь коудпены встроены, и Крис Койлер сделал такую хреновину у себя на коудпене, что он по умолчанию не включается, этот коудпен. Да, и нужно нажать Run Pen. И это прекрасно. Это прям ускоряет загрузку страницы А Питер Пен есть? Я не знаю Может быть на CodePen Есть чувак с ником Питер Пен И он что-нибудь крутое Он тоже какой-нибудь Он спит не со свиджи, а с ангуляром он спит Я не знаю И такое бывает Продолжаем про Криса Геннона Его спрашивают А вот всегда так было, что ты прям в дизайне Он сразу в коде Я вообще сначала во флэше работал У него в принципе бэкграунд анимационный Он моушен дизайнер Если угодно И кстати у нас будет дальше статья Ника Бабича Даже вот эти простенькие анимации Они нужны Ну так вот Я не буду зачитывать все интервью Все интервью оно снабжается его демками Понтами его Да, понтами и демками Это два единственных составляющих Взболтать, но не смешивать Потому что они идут по переочереди Ну вы поняли По очереди Вот кстати SVG Graph Который у него тут второй или третий по счету Его я выкладывал на сайт То есть прям видел И он говорит, что вообще Он даже с бумаги иногда начинает То есть возможно он не в постели начинает А в туалете где-нибудь На коленах пишет На бумаге С этой бумаги Да, может быть с этой Сначала рисует Прям супер маленький набросочек Потом идет в люстратор И потом уже примерно экспортирует Чуть-чуть и допиливает уже все в коде Что прям каждая Как бы координатка Прям он чтобы ее знал в лицо Почему Мне интересно Почему такие профессионалы Как Крис Гэннон Используют иллюстратор вообще А не фотошоп Ну так это же вектор SVG это вектор И при работе с векторами Не, ему набросать-то по хрену где Нет, но он именно набрасывает И экспортирует в SVG А такое фотошоп не может То есть поэтому Понятно Такие профессионалы Как раз иллюстраторы и пользуются Если говорить про SVG И вот здесь прям он пишет Мой SVG workflow Бумага Иллюстратор Саблайн текст Браузер В скобках CodePen и GreenSock То есть на самом деле Он сначала допиливает Саблайн текст Выпиливает какую-нибудь Не знаю мета информацию Комментарии А потом уже идет И в CodePen То есть в реальном режиме Где он слева меняет код Ну или там сверху В зависимости от того Где у него редактора находятся И сразу видит результат То есть он прям Как бы это сказать Да В реальном времени Все это видит Ну здесь вот All Devices Я тоже выкладывал Эту демку на CodePen То есть я реально Чуть ли не 50% Этих демок мы видели И я даже не смотрел На автора Если честно Я не подозревал Что одного и того же человека Мы прославляем У нас в соцсетях И на сайте Ну он говорит А кстати Твой вопрос Почему не дизайните В фотошопе Или скетче Вот Ну говорит Во-первых В скетче Я не дизайн Потому что я Windows guy И такие бывают То есть бывают короли Но на Windows Это прям вот туда И он говорит А фотошоп не использует Потому что иллюстратор Больше мне подходит Но он не стал Оскорблять И говорит Что ты тупой вопрос Задаешь В фотошопе Нельзя С VG экспортировать Фотошоп может Открывать сейчас С VG Но при открытии Он сразу говорит А что делать с этим С VG Растрировать Перевести смарт-объект И так далее То есть там как бы Есть некие Минусы Ну да Минусы В общем Почитайте это интервью Если вам интересно Прям некоторые демки Реально крутые Он здесь также делится С нами информацией Что почти все демки Которые он делает Он так или иначе Использует в реальных проектах То есть он рабочая лошадка Не просто он Встает утром Пьет смузи И что бы мне сегодня сделать Это ему реально пригождается В работе И я скажу В защиту нас Всех людей Которые ему там Я не знаю Завидуют Аплодируют И думают Что он там Крутой или не крутой Gsab На самом деле GreenSock Animation Platform У него очень много пресетов И крутых вещей То есть все выглядит круто Не потому что он реально Прям выдрачивает это в коде Хотя и это в том числе А просто еще потому что Gsab Реально крутая штуковина Попробуйте обязательно Если вы еще не пробовали Напишите нам в комментариях Как вам вообще Вот вы Как Gsab Евангелист Оцениваете его работы Или нет И последнее О чем он еще Так скажем Плачется Он говорит о том Что вот мне не нравится Что есть люди Которые просто копипастят Мои работы Не указывают Что это он сделал Еще вот вы говорите Вы хотя бы Или кастомизируете чуть-чуть Я тогда порадуюсь Что вы на моих работах Учитесь Или вообще Прям вот Ну не нравится Ему как в тупую копипастят А он ко многим Реально Даже докапывался Я говорю Вижу мои работы Используйте Я пишу им на адрес На обратно Типа Ты что ты делаешь Мои работы Используйте Я отвечаю А что типа Я тебе должен что ли То есть ему прям Грубят практически И он говорит В такие моменты Прям руки опускаются И не хочется Больше ничего делать вообще Поэтому Ну вот Если вас спрашивают Какая ему больше всего Понравилась Когда он ее делал Вот здесь вот С ракетами Здесь прикольно Что еще гифки Прям показывают Что Это лучше чем RunPen Да да Это лучше чем RunPen В RunPen Мы смотрим Только если мы Сурсы хотим посмотреть А вот так вот На гифках Оно более интуитивно Понятно И автору Большое спасибо За то что Прям так Наглядно И круто Все показано Ну вот так вот Отличная тема Я думаю Для вдохновения Первая такая Да То есть мы не стали Углубляться Прям зачитывать его Прям текст Который здесь Застенографирован Потому что Нахрен надо Мы как бы Всю суть Мы поняли И И большего нам И не надо Ну давай Там очень требовали Про UX Как обычно Ну да Нам периодически пишут А давайте про UX А мы так каждый раз Делаем про UX Поэтому Ну как бы Давайте даем Да Следующая тема Ника Бабича Движение в UX Дизайне Что же Означает Вот это движение И анимации Для пользовательского Опыта Просто ли это Чтобы его Так скажем Убложить То есть Дать ему Дилайт Некий Или оно имеет Некую практическую Сущность Узнаем Прям хотел сказать После рекламы Но нет Не переключайтесь Да Motion based design Нам Ник Бабич говорит Что движение Оно рассказывает истории На самом деле Оно показывает Даже как Организовано Приложение Вот если ты Открываешь Приложение Например И у него Иконочки Потрясываются В тот момент Когда только Загрузились Встряхиваются И ты готов С ними работать И ты сразу Допустим Видишь Что гридом Все расставлено То есть Ты Сразу получаешь Feel Как бы Это сказать Ощущение Того Как здесь Все устроено И так далее Но Кроме того Что движение Создает истории Движение Также нам Показывает Взаимодействие А именно Взаимодействие Которое мы Потребляем Не только Догадками Что вот мы Сейчас нажмем На ссылку И у нас Там отправится Форма Или нажмем На кнопку Отправится Форма Нет Нам Это движение Подсказывает Как именно Отправится Форма С ошибкой Без ошибки Вдруг нам Кнопочка Хоп И в галочку В зеленую Превратится И мы поймем Что все хорошо Или на нас Большой знак Стоп Красный Превратится И мы поймем Что все плохо Здесь Несколько Разных Вариантов И Здесь он Говорит о том Что в рамках А Ник Бабич Чтобы вы понимали Он почти все статьи Сейчас на блоге Привязывает К мобильному дизайну Несмотря на то Что они все Так скажем Универсальны И мы практически Всегда их рассматриваем С Перспективы Просто Дизайна Пользовательского Экспириенса Он все пытается Сказать Что это у него Все про мобильное Потому что Это же сейчас Тренд И он Чтобы к нему Заходили Именно по запросам Мобильный UX дизайн Но повторюсь Работает В обе стороны И он говорит Что именно На маленьких Экранах Без движения Было бы вообще Тухло Потому что И так все Вроде сжато И надо максимально Много информации Сказать Вызвать Буря эмоций И вот Именно в рамках Таких узких Пространств Движение Это жизнь Прям Как в Я не знаю У зоживцев Ну Не Я Абсолютно Поддерживаю Но ты на самом деле Там где-то читал У тебя были Какие-то откровения Я не помню Здесь это было В этой статье Были Но если были Значит вспомни Я просто Столько много Сегодня всего читал Уже У меня столько Откровений было Да Три вопроса На которые Отвечают Точнее Три ответа Три ответа На которые Отвечают На мой ответ Да Когда пользователи Взаимодействуют С вашим продуктом Они задают Следующие вопросы Которые В принципе Можно свести К одному вопросу А почему вообще Движение имеет Какое-то значение Так вот Вопросы А что тут Главного У вас В приложении А что мне Делать дальше И как я узнаю Что я все Сделал правильно Поэтому мы Отвечая на эти Вопросы Говорим Что движение Нам поможет На них ответить Во-первых Оно нам Покажет Что самое главное Какая иконка Задрожала При загрузке Страницы На ту Пользователь И обращает Внимание И это Есть подсказка Типа А вот сейчас Иди Нажми Допустим Там Я не знаю Нормальным Тоном Для каких-нибудь Google Google Ноутов Было бы Чтобы при загрузке Вот эта Висячая кнопка Которая сбоку Будет Типа Новая заметка Она Подрыгнулась Чуть И мы Хоп В правый Нижний угол Посмотрим Опа А я Скорее всего Здесь смогу Новую Заметочку Создать И он Сразу Отвечает На вопрос Что здесь Главное И чем Мне делать Дальше Что касается Ответа На вопрос Как мне Понять Что я Все Сделал Правильно Это Вот То Что я Говорю Кнопка Превращается В зеленую Гавочку И говорит О том Что все Успешно Отправлено И так Фидбэк Визуальная Обратная Связь Какая-то Появляется И кроме Этого Последний Хотя Ну как бы Не последний Здесь Но Последний В моем Личном Чарте Значение Движения Это Дилайт Когда мы Пользователя Удовлетворяем Ублажаем Он заходит И блин Как красиво Прикольно Я кстати Вспомнил Здесь Сейчас будет Откровение И оно Позволяет Создать Эмоциональную Связь То есть Когда мы Раззадорили Нашего Пользователя И он Прям Мурашки От нас Получил Он Соединился С нами На расстоянии И он Потом Придет Сюда Еще раз Потому что Чтобы испытать Чувства Заново Мы Как Героиновая Игла Запрещенное Вещество В России Деквот Для наших Пользователей Моушен Лэнгвич Ну Здесь Он Расшифровывает Те Три Пункта Которые Он Вывел Внимание Привлекает Он Здесь Показывает Какое-то Приложение Андроидное Где При запуске Трека Он Берет Обложку Альбома Ее На пластинку Накладывает С обрезанием Соответствующим В центре Из боков И крутит Эту обложку Альбом И реально Прикольно И мы Сразу Понимаем Во-первых Внимание Приковывается Что все Трек Включен А во-вторых Мы сразу Понимаем Что он Включен Я тебе Еще больше Хочу отметить Что вот При всей При этой Хрени На гифке При том Что здесь Такой Хай-тек Изображен Для нас Слушатели Не видят Но зрители Это видят Есть некоторые Элементы Скевоморфизма Как бы мы Этого не хотели Хотели уйти От него Но вот Та самое Движение Пластинки Виниловой Я хочу заметить Даже не кассеты А б сторона А пластинки На пластинке По-моему тоже А б сторона Ну и не важно Да-да-да Вот На самом деле Это движение Нам тоже помогает Подсказывает Что трек Движется Музыка Естественно Да То есть Скевоморфизм На самом деле Он Вот так вот По прошествии времени По чесноку По чесноку Вот так честно Я могу что угодно Днем там На брифингах Говорить там На митингах Но вот домой Я прихожу Ложусь на диван И думаю Блин А все-таки Она вертится А все-таки Скевоморфизм Круче Что-то Полоскотня Сраная Ну вот Да Поэтому Обязательно Слушай Нам надо сноски Уже делать Может быть Кто-то не знает К скевоморфизму Он сейчас пойдет Я надеюсь Загуглит Узнает Ну да У нас даже Мы так давно Здесь сидим Что у нас В подкастах Неоднократно Это все обсуждалось И можно просто Даже Я попробую Сейчас В прямом эфире Зайти на Europe Design Написать В сайтбаре В поиске На сайте Скевоморфизм Надеется Что я не ошиблюсь Не ошиб... Нет Нету да Ничего К сожалению Нету Скево А Рмо Вот Все Сейчас Без опечатки Все равно Нету Отлично Скевоморфизм А у нас там Нет скевоморфизма У нас там Все плоско И жаль Жаль Потому что Мы про это Реально говорили Но видимо Может быть Там падежи Вордпрессовский Поиск Он же такой Он не понимает Это же не Гугл поиск Ладно Вернемся К Нику Бабичу Он там уже Нам пишет Далее Движение Оно Логически Расставляет В пространстве Наш Юзер Интерфейс Что бы это Не значило На самом деле Но просто Движение Он Вот если Конкретно Пример Здесь посмотреть То у него От формы К форме От Инпута К инпуту Прыгает Такая полосочка И мы понимаем Какой у нас Элемент Зафокусен Куда мы Движемся дальше Какие отношения У этих элементов И вообще Что происходит То есть мы Когда заполняем Там гавочка Все перетекает Вниз И хоп Мы уже Залогинены И уже нам Дашборд Показывается С движения Оно нас Навигационно Провожает А вот здесь У нас То А потом Мы идем сюда А тут у нас Это Хоп И уже Уже у нас На крючке Хочется как-то Знаешь К покемонам Все свести Но это позже Это позже Уже хочется Здесь прям Найти Какие-то отсылочки Но Не могу пока Выдавить из себя Не знаю Третье Это То О чем Я говорю Гавочка Появляется И здесь Антипример Пример Когда все Плохо А это Когда ты Пароль На IOS Вводишь И у тебя Точечки трясутся Если ты пароль Неправильно Вел Мы уже Сразу Наш мозг Понимает Что что-то Не так Нам даже Не надо Все красным Необязательно Выделять И так далее Нас Хоп Легонечко Сатл Незаметно Трясутся Кнопочки И мы уже Понимаем Что надо Что-то Это Проблему Как-то Решать А вот Кстати И мое Откровение Brinks Delight Доставляет Удовольствие Видишь Там Он Скроллит И у него У кастрюльки У вина Пробка И крышка Кастрюли Прыгает Вместе Со Скроллингом И внутри Жидкость Она тоже Колышется Чуть Там Очень круто Там Даже У бургера Котлетка И булочка Тоже Дрыгаются То есть В принципе Вот эти иконочки Там даже У капкейков Крем Сверху Прыгает Гениально Что в принципе Эти иконочки В принципе Эти иконочки Они нам Да Помогают Понять Вообще И сконцентрировать Внимание Что-то Да И оно Прям Прикольненько Мы такие Какая Пробочка У вина Причем Я тебе смотрю Когда вниз Скроллишь Прыгает А когда Вверх Не прыгает По законам Физики Естественно То есть Это прям Реально круто Здесь есть Кстати Ссылка На Дрипл То есть Ник Бабич Он показывает Откуда Он берет Свои примеры И молодец Это правильный Подход Ну и собственно Вывод Движение Это следующий Уровень Технологий Это Настолько Естественно Причем Он Он нам Рассказывает Почему Это нужно Потому что Когда мы Переходим Допустим С экрана На экран У нас Это все Происходит За секунду И типа Мы не совсем Понимаем А что же Изменилось То есть Нам чтобы Понять Что изменилось Лучше Еще Ничего Подрыгалось И тогда Мы понимаем А вот Смотри В натуре Здесь была Такая-то Иконка А стала Другая И это Можно понять Потому что В природе Ничего не происходит Молниеносно Не бывает Такого Что ты шел Шел Хоп Уже все Изменилось Даже времена Года Сменяются Медленно Даже Листочки Сначала Были Зеленые Потом Желтеют Медленно И опадают Не бывает Такого Что ты Уснул Зеленый А проснулся Все Опало Коричневое Поэтому Вот эти Переходы И движения Не нужны Потому что Это наша Жизнь И мы Нашу жизнь В наш Интерфейс И наш Пользовательский Опыт Должны Переносить Чтобы максимально Создать связь С нашими Пользователями В соус парке Так бывает Едешь Едешь Сначала Было Все Это Потом Зима Потом Новый штат Канад С квадратными Башками И так далее И Теренц И Филипп Пердят Согласен В соус парке Это возможно Короче Я переключил На следующую тему И мне уже Нравится Мне уже Круто Прям Мне уже Даже название Нравится Что вообще Вот Нужны Иконочкам Лейблы Или нет Причем Я больше Скажу Нам предложили Эту статью Может быть К предыдущему Выпуску Может быть Русский На скетче App.me Кажется так Так И он настолько Говеный был Этот перевод Простите меня Авторы Переводчики И так далее Но я реально Я его не понял Я прочитал оригинал И понял Делать иконки Мочь Ну нет Заголовок был переведен Нормально Но некоторая суть Настолько косноязычно Была изложена Что я реально Переключился на оригинал Все за секунду Понял И круто Кстати Обратите внимание Что UXDesign.cc Это тоже Медиумный движок Да У нас все Уже второй Уже второй раз У нас медиум Медиумного типа Я вам обещаю Будет третий Про медиум И больше Больше Я лично В моих темах Скорее всего А это кстати Лично мои темы По Гитлеру уже орать Пить рукой по столу Ну так вот Ну давай Гитлер кстати Тоже запрещен В Российской Федерации Как героин Все на Геон У нас запрещено Давай Поехали Нужны ли иконкам Лейблы Стив Маккарти Нам пишет Готов поспорить Что там Мы уже Из Стива Маккарти Читали И с Полом Маккарни Знаешь на самом деле Давай не лейблы Давай Как надписи Подписи Ну пусть Ярлыки Я борщ сейчас достану И солянку И балалайку Да Но вообще Ярлыки я думаю Давай Лейблочку Когда вот говорят Лейблочку Отрежь у футболки Вот это ярлычок Скорее всего Так вот Стив Маккарти пишет Я говорит Вот практик UX Он не теоретик Он практик Я говорит Каждый раз Вот думаю Мне надо показать Какую-то концепцию Клиенту И вот Как бы мне Показать ее Настолько максимально Близко К его уровню Потому что Бывает иногда Что значит К уровню То есть Деградации Да Ну в смысле Нет реально Он здесь нам Рассказывает о том Что все Типы пользователей Настолько по-разному Воспринимают Некоторые вещи Что кому-то Нужны лейблы Вот допустим Закончил ты на права И тебе У красного Кирпича Не надо Подпись Стоп А кто не Закончил Вот ну реально Никогда не смотрел На дороге Вообще Вот из пещеры Вышел Он правда Я не знаю Откуда Знает английский Слово стоп Прочитаем Ну положим В пещере Его научили Английского Тогда ему Будет нужна Подпись Потому что Иначе Он не поймет Я тебе больше скажу Во многих странах К столу Отписывают Что это стоп Кирпич Ну конечно Только там не кирпич Там трапец Это такой шестигранник Красный Со словом стоп У нас в области Эти склюны Некоторые переезды Железнодорожных Тоже этот знак есть Ну вот Нет На самом деле Это разные знаки Но не об этом Просто Я видел Что много где Именно вот Почему-то Яговорю В европейских странах Не было Но мне кажется На фотографиях Даже на том же Ансплэше Там любят фотографировать Знаки Город И там очень много Подписывают Подчеркивают Конкретно Вот лейблочки Делают Потому что Мало ли гибилов Прецеденты были Наверняка Ну да Я хочу еще более Хрестоматийный пример Привести Знак выход Знаешь Зеленый человек Точнее белый человек На зеленом фоне Бежут бегущие к двери Порошок уходи Да Вот из этой вот Слези И иногда есть Только этот знак А иногда Вот например В поликлиниках Есть только этот знак Иногда А иногда к нему Еще подписано Выход И вдруг ты из деревни Приехал У вас только Вот только переезд Был железнодорожный Со стопом Это ты выучил И английский язык Потому что слово стоп Понимаешь А вот это ты не знаешь Еще что выход Это выход И как бы тебе Все таки надпись Помогает Ну ладно Вернемся к статье Хотя можно уже И все Надо самим статьи писать Понимаешь Уже слишком более Крутые примеры Мы приводим И он говорит А пользователи В принципе Некоторые говорят А что Уже же все знают Иконки Нахрена Мы же их всегда используем Че их подписывать И на самом деле Это спорный вопрос Потому что Я замутил Так скажем Тест Исследование Не тест Да исследование Он сказал Я с этим спорю Например Ладно Старая иконка Убера Там была буква Ю А новая иконка Убера Там говорит Тупой какой-то Квадрат в круге И говорит Вообще непонятно Че это значит Ладно В Убере Ю Ты хотя бы понимал А ну Ю значит Юбер Виз значит Вендетта Так вот И говорит Ладно Вот есть Флипбук Медиум Фейсбук Вайн Праймер И там первые буквы То есть оно реально Хотя бы хоть какой-то Смысл Некий Несет А вот Именно новый Убер Вообще говно Если ты Не запустил У вас тут Десять тысяч раз То ты еще не выучил Что это Убер И для тебя Это неговорящая иконка Совсем Поэтому Он говорит Чтобы проверить Я замутил Блин Я замутил исследование Так хочу Про его исследование Сказать Тут все еще Еще примеры Он говорит о том Что когда мы У нас есть знак Знаком мы хотим Понять Что такое Обозначение И значение Я пытаюсь Однокоренный Слава Потому что здесь Sign Signifier И signified Я пытаюсь В русском языке Я владею русским языком В принципе Знак Значение И обозначение Вот обозначение Это то чем мы видим Визуальное И это надпись Tree Значение Мы себе представляем Деревце А все это вместе Это знак Хорошо Так Вот И говорит Вроде как бы Иконки Это прикольно Потому что мы сразу Представляем значение Но не для всех Иконка Означает одно и то же Вот допустим Показал ты дерево А что ты этим хотел сказать Друг ты хотел сказать Не дерево А дятел А как ты дятла Иконкой покажешь Дятел Дятел А черно-белый дятел Как У него нет красной шапки А глухой дятел И черный глухой Лесбиянка Дятел Ну вот да И поэтому Сложности А если ты подпишешь Дятел То все сразу хорошо И я замутил игру В которой 19 вопросов у него Есть иконка И у него 4 варианта Ответа Что значит эта иконка Он вырвал из контекста Какую-то взял из фейсбука Какую-то из твиттера Какую-то откуда-то еще Мне кажется фейсбук Уже узнает вообще Каждый дурак Вот даже больше Чем знак стоп Так нет Я не имею Он не имеет Значок фейсбука А вот например Проскролли Там скрин Иконки профиля Там где силуэт Три палочки И это означает профиль На фейсбуке Вижу А может быть это Френдзлист Я даже сам не знаю Я согласен Вот эти иконки Очень сильно Водят в заблуждение А казалось бы Те люди Которые 10 тысяч раз Фейсбук в день Откроют Они-то стопудово Тебе ответят на них Но зато они не поймут Что такое Звездочка красная Ну это Логотип Брэдхо-чилипепер Связан А ну вот А такого варианта И нет Поэтому Мы опять в лужу сели Так вот результаты Таковы Максимум Максимум Ответили 13 правильно И это было там 4 человека Ну понятно Что у него всего 144 человека Почти 46,6 Приняло участие То есть Он говорит Это понятно Это не научное исследование Но Большинство людей Всего 5 правильно Ответили Из 19 То есть на самом деле Нужны Нужны какие-то подписи И вообще В этом Суть всей статьи Он предлагает Некий Некую модель Называется Прогрессивная Progressive Reduction Прогрессивное уменьшение Знаешь Для чего Это говорит Вот допустим Ты заходишь Только на Medium И он показывает Приложение Medium На iPhone И у тебя Каждая иконка Подписана мелким шрифтом Вот там есть Screen Закладочка Вот это вот Ну треугольничек Флажочек такой Если ты Недавно Заходишь в Medium Там первые 5 раз У тебя подписано Bookmark А потом Когда ты вроде как Уже Его раз 10 Открыл У тебя хоп И эти надписи пропадают Ну это что-то уже Хай-тек Я честно Не знаю Надо это или нет А потом человек скажет А куда у меня делись Ну согласен Это может быть Конфуз некий А может и нет То есть ну Это конечно гениально Но это слишком гениально Ну вот вся статья На самом деле О том что он придумал Этот метод И о том что все-таки Лейблы нужны там Где у вас Не подготовленный юзер То есть если вы делаете Лендинг О новых фичах Фейсбука Для пользователей Фейсбука Который стопудово Знает все там Профиль иконки Там туда-сюда То вы в шоколаде Вы можете использовать Только иконки без подписи А если вы Таргетируете рекламу Фейсбука На новую аудиторию 90-летние старики Которые еще там Не зарегались То вам надо все-таки Как-то подписать Я знаешь Че хочу к этому спору Ко всему добавить Или даже не к спору К исследованию К спорам К спорам, да В смысле грибным Я Ну Герьмовая шутка Ладно, не важно Мы с тобой обсуждали Про то что Гамбургер меню То не все понимают А тут мы блин Говорим про Фейсбучные Какие-то там Нахрен Замоханные Эти, блин Профили Иконки Что просто охренеть Вот поэтому Я думаю, что да Пояснять надо Но вот Показывать лейбл Это Показывать и убирать лейбл Это вот Это конфуус Это конфуус Это прям надо Знаешь Надо потом Показывать Типа А вы уже Может вы уже привыкли К лейблам Нажмите здесь гавочку И мы тогда их уберем Как-то так хотя бы Ну то есть Ну точно не так Что ты Ня-ня-ня Десять дней использовал И ты не запоминал А че не запоминать Иконки Они же подписаны Потом пьяный Заходил Да И потом Блин Ты можешь быть из Ирландии Нет Просто суть какая Суть в том Что может быть Как по играм Делать обучение сначала Обучение интерфейсу Согласен Знаешь Вот в этом стиле Когда затемняется Один элемент Интерфейса И по шагам Первое Сейчас вы видите Кнопку лайк Она вам поможет лайкнуть И сразу есть Лайкните своего друга Да Сразу есть две И на фоне музыки Из гараж бэнда Вот это дефолт Ту-ту-ту-ту-ту-ту Новый сервис От Europe Design Лайкните своего друга Так вот И сразу две кнопки Первое пропустить туториал Второе Следующий шаг Да Согласен Может быть так Может быть так И пройди обучение Получи 100 монет Естественно А потом сразу их потрать Сразу зажим Надо купить еще Там туда-сюда Отлично Короче мне понравилась тема Ну она прям Про UX Как просят все Вот так мы и делаем The All Следующий блок Опять медиумный движок Слушай По-моему громкая тема Очень Очень громкая К сожалению нет Заголовок громкий Тема говно Ну давай озвучь Вообще говорит А не наплевать ли Как выглядят сайты Нынче Вот так Косноязычный Ты красиво перевел На самом деле Нынче Нонче Теперьича Не наплевать ли нам Господа Да Это как в той шутке Я не устаю цитировать В Твиттере видел Как вам Наша лекция По культуре языка Я раздосадован И разбешен И теперь поди прочь Там тоже самое Нынче Так вот Автор Чарльз Текстон Так Текстон Текстон Да Веб-продюсер Между прочим Естественно Веб-продюсер Он или она Я просто не знаю Ну Чарльз вроде он Но на аватарке Как будто бы дама Хотя там Что-то С маской лисы Какое-то тело Но с декольте Ну ладно Я не хочу знать Вот это существо Чарльз Текстон Нам говорит о том Что Вот так вот Каждый раз Как это происходит Что все сайты Выглядят примерно Одинаково Раньше все сайты Выглядели Одинаково Говен Потом они Все сайты Выглядели Одинаково Как Я не знаю Как Наш вот Локальный сайт 74.ru Большое количество Информации На единицу Пикселей Потом все сайты Выглядели Хипстерски С большим Заголовком По центру На фоне Какой-нибудь Картинки Затемненной И так далее А Сейчас опять Начинается Веб-брутализм Некий И в принципе Опять Вот я Я просто Я когда К этой теме Готовился Я думал Она будет Реально Прикольная Тут будут Какие-то Интересные Откровения Какие-то Истории Она настолько Знаешь Сухая И декларативная Что я даже Не хочу На ней Сильно Останавливаться Но для некоторых Сейчас вообще Весь интернет Выглядит Как фейсбук Фид Особенно С внедрением Фейсбук Инстант Артиклс То есть Когда ты Статьи с Вайреда Или с Вашингтон Пост Открываешь Из фейсбук И они открываются Подмененный мир Ты как в матрице Находишься Тебя кормят Стейком вкусным И ты не хочешь Знать Что он Не существует И надо Жрать кашу Сраную Опять В рванах Футболках С охотниками Бороться Так вот И сейчас Типа Новый тренд Опять мейнстримовый Это веб-брутализм И типа Вот просто Это Скиломорфизм Веб 2.0 И все Там заново Отменяется Весь флет Туда-сюда И тут Есть некий Ссылки На Примеры Веб-брутализма Но мы их уже разбирали У нас уже даже Целый подкаст Есть Я даже не знаю Я в этой Камтазии Которую мы сейчас Заберем Не знаю Как делать маркеры Чтобы вернуться К Здесь нет маркеров Вернуться к этому месту И не забыть Здесь добавить Ссылку Поэтому не добавлю Ну так в общем И Так получается Что Надо вроде как Задуматься Что все Однотипное Что все Однотипное И каждый раз Просто практически Плыть по течению И делать так Как Как есть Или наоборот Может быть надо быть Нонконформистом Вот в этой статье Написано Что надо плыть По течению А быть Нонконформистом Значит Знаешь Всегда быть Вот этим вот маргиналом К которому Будут меньше людей Заходить К сожалению Но к нему Будут захотеть Заходить Всякие хипстеры Если ты хочешь Монетизироваться Среди хипстеров Да Ты можешь Каждый раз Маргинальную Какую нибудь хрень Делать И прикольно Но мне понравилось Здесь зацитировали Твит Аккаунта World Is a prison World of workers Ну нет Здесь не world А именно world Так Слово Это тюрьма И там Aesthetics is a prison То есть Когда вы делаете Эстетику Вы на самом деле В тюрьме Хорошо хоть не Просто Эстетикс Вот да Ну и тут Гигантское количество Примеров сайтов Реально Которые Ну старые Выглядят как Говно И так далее И я не знаю Что еще сказать То есть Веб-продюсер Чарльз Текстон Нам рассказывает О том Что Отлично Нет По-моему И такое мнение Должно существовать А ты знаешь Все будут писать Но это делать Не как все Вот у всех Все одинаково И такое тоже Мнение хорошее Он говорит о том Что даже если Сейчас это опять Сменится То по его мнению Или по ее Опять же Не знаю Вот такие вот Сайты Которые просто Знаешь Early Web Technology Давай это так назовем Ранние веб-технологии Как Нет Вот Веб-брутализм Он назвал Ренессансом Ранних веб-технологий А тут Ну сейчас Не знаю Не могу ничего Красивого придумать Короче говоря Оно в какой-то момент Будет как Органическая еда Чем-то маргинальным Но очень желанным Прикольным И прям интересным Ну вот Вот как-то так То есть он здесь Приводит Такую аналогию Что как Органическая еда И вроде как На этом будет И маркетинг строиться Типа у нас Стопудово сайт Без всяких там Ангуляров И это будет Прямо заходить Блин Наконец-то Без всяких Сраных ангуляров Без ГМО Да Практически без ГМО Хотя Тут Да Сегодня очень много Тем с этим Вот моя тема Про Фореста Гампы Интернет Она сильно пересекается Вот с этими Со всеми темами Как-то так получилось Что у нас Ну блин Видишь Мы же с тобой На одной волне Готовим темы Это примерно Похожие И Последняя По-моему Из рубрики Дизайн Да Да Закрывает дверь Дизайна Красивую Эстетически Эстетически приятная Она UX Еще классная Прямо красиво Со скрипом Закрывает И есть движение Закрытие Все сразу понятно Что дверь закрывается Так вот На Вайреде Мы видим анонс Нам предлагали Кстати в темах Это обсудить Редизайн Мастеркард Так Ну сейчас выкрояйся Шутки Да Я так понимаю Кстати не было Реально не было Ну может быть просто Вайред Все-таки солидное издание Мы же не на Дизгастинг мен Читаем Ну да И я кстати Здесь с тобой буду Дискутировать Потому что мне Если честно Тихо-тихо Ты не говори Ты сначала прочитай Я не имел ввиду Да Я не хотел Свою оценочную Сказать Я просто Оно тоже перекликается Короче вот Со всем Окей Здесь во-первых Есть слайдер Из пяти Логотипов Здесь типа Старый логотип Новый Новый Без этого И как выглядит На карточках Я прослайдил Для наших зрителей А наши слушатели Нехрен знает Креново вам Рубрика дизайн Она на слух Воспринимается Мне кажется Довольно отвратительно Напишите в комментариях Если это не так Прям Как мы любим Поставьте на паузу Напишите в комментариях Да я думаю легко Сейчас мы Знаешь Наши вот эти слушатели Которые едут С айфонами Своими Они берут Достают свой Бумажник Достают оттуда Свою карточку Мастер карточки Без проблем Ну да Они старый логотип То могут себе напомнить А новый то нет И хотя бы старый Хотя бы старый Согласен А новые Они могут на своих Айфоунах Опять же загуглить Конечно Тем более Наши слушатели Они же визионеры Ну Они Некоторые Может быть Под веществами Нас слушают Представить Новый логотип Мастер Ты бы видел Че тут представляю И все Некоторые из них Миссионеры Ну а давай Окей Мастер карточки Так вот И здесь Заводочка На Лайреде Тоже довольно прикольная Мастер карточки В вашем бумажнике Только что просрочился Потому что Класс Мне нравится метафора Реально Реально Вы можете Конечно Все еще использовать Но она Выглядит Теперь уже Неправильно Потому что Компания Только что Сделала Редизайн Никакого Больше Камелкейс Как будто Знаешь Сделала Кака Мы сделали Редизайн Мы покакали Вот Мамка приходит Мастер карда Я не знаю Кто мамка Мастер карда Нет Трамп какой-нибудь Ну там Кто-то Вот из этих И говорит Мы сделали Редизайн За ручку Приводит На яйцах Прям на этих Никакого Больше Камелкейс В том смысле Что заглавное М и С Теперь с маленькой Букой Мастер кард Написано Каким-то Шейфтом Ой Ой Давай Прям Давай сначала Скажем Потом оценочные Реакции И вы Может быть Думаете А какого Хрена Зачем Вот вроде Как компания 2,3 миллиарда Людей С карточками Больше 80% Людей В принципе Един Даже круги Уже ассоциируются С мастер кардом То есть уже Настолько Ничего не надо Менять Можно не Менять Что уже Прям вот Идеальная Узнаваемость Бренда Одна из самых Узнаваемых В мире Вообще Я больше Скажу Вот Кто видит С 96-го Года Ну По сейчас Очень Американизированный Такой логотип Прям в стиле Американцев Красное Такое Желтое Такой шрифт Прям Да У меня сразу И Макдональдс И Taco Bell Да В принципе Много вещей Что-то уже Загонит В принципе Много вещей В Америке Даже пожарный Гидрант Так Давай Что сделали Теперь Да Сделали Некая Компания Которая Называется Сейчас Лебедев Я уже Забыл Нет Не Лебедев К счастью Пентаграм Вот Так вот Они на самом деле И Верайзена Делали Дизайн И Нью-Йорк Магазин И Хиллари Клинтон Это видимо Это видимо местный Лебедев Ну Типа того Да Видимо местный Лебедев Потому что Клинтон Понимаешь То есть Не шутки А там Я напоминаю Там буква H С таким С такой С стрелочкой Типа вперед Да Как у Федекса Так вот И Неважно даже Кто говорит Сделали Переосмысление Потому что В принципе Прикольно И Несмотря на то Что Вообще Такая сфера Финансы Банки Она прям Такая Супер Стабильная Казалось бы Как в космос На фортране Все работает Хотя нам Умпутун бы Рассказал Где там В финансах На чем На джаве Все еще Все работает И Изменения Они Вообще Страшные Особенно В таких сферах Но Опять же Вайрат Крутые метафоры Но изменения Они так же Стабильны То есть Сам факт Изменения Он стабилен Всегда будут Какие-то Изменения И В принципе Пора Адаптироваться К цифровой Среде Подумал Мастеркард И они решили Именно поэтому Переделать Свой бренд Сделать Ребрендинг Редизайн Нет Редизайн Ребрендинг Это когда Полное Переосмысление Редизайн Это когда Мелкие Какие-то Огрехи Исправляются Вот Именно Редизайн Они сделали И Чтобы На Этих На Эппл Вотчах Круто Выглядело Везде Чтобы Новый логотип Отвечал Всем Возможным Носителям И так далее Чтобы Круто Смотрелся По полной И на Бордах И на Эбл Вотчах И на Телефонах И везде Но Для Бейрута И Хеймана Это фамилии Чуваков Из Пентаграмма Бейрут Это прям уже Это чуть ли не Столица Ливана Если мне не изменяет память Так интересно Пока не запрещенная Российская Федерация Так вот И Они Вообще Просто посмотрели На историю Так скажем Мастеркарда Потому что У них в принципе Десятилетие узнаваемости Вот с этими кругами И Наше кстати Мое любимое Знаешь что будет Никита Как Типа Че нам с тобой Больше нравилось Из всех логотипов В какой год Давай И нам скорее всего Какая нибудь Олдскульчина Понравится Но пока не знаю Мало кто знает Начиналось все Как интербанк Просто И там вот такая Вот знаешь Буквка Ай Информационная Очень в стиле Старых каких-то IBM логотипов Вот как мне кажется Да Да И я тебе больше скажу Мне кажется Вот эта вот буква Ай в круге Она до сих пор Используется где-то Как информационный Стенд Да И причем знаешь Я представляю такой столб А на нем куб Внутри лампочка И там куб Многогранный Ну получается Четырехгранный Да Если по горизонтали Смотрите Вот в этой плоскости И там четыре буквы Ай И он крутится еще И его как бы видно Турбюро Оно работает там Девяти до восьми То есть даже если Уже смеркалось То его видно С этой стороны Ну как бы зеленый Обычно Но вот здесь интербанк Поним И круги На самом деле Они неспроста Они из интербанка И пошли То есть здесь где-то В какой-то части Этой статьи Рассказывается А да Вот я вижу уже То есть круги Они взяты Из интербанка В 1966 году То имеется в виду Новый логотип Он на самом деле Взял по чуть-чуть От каждого из Вариантов От каждого из Этапов А lowercase С маленькой буквы Все от логотипа 68 года Там master charge Был Это интербанк card И там маленькая Буковка А еще справа Видишь в 68 году Да То есть там тоже было С маленькой буквы То есть они на самом деле Соблюли Так скажем Забыл слово Ну короче Они верны себе Приемственность Приемственность Точно Вот это слово Я пытался вспомнить Потом они взяли Наложение цветов Вот этих кругов Эйлера Вместо того Чтобы перекрывать Вот этими полосочками Из 68-79 годов Потому что там Именно смешение цветов Было Правда Там оно было Реально по законам цветов Так скажем И темнее стало А тут как-то В оранжевое Превратилось В 2016 году Хотя может быть Это тоже На самом деле По Ну как бы сказать По По законам смешения Я не знаю Но как-то Обычно из двух темных Светлой не получается Может быть Они по этому По смуку Или там По РГБ Хотя Ладно Не буду блистать Здесь своей Некомпетентностью В теории цвета Короче говоря И на самом деле Цвета Они взяли из 90-х Супер яркая Яркие цвета То есть В 68-79 Было все Приглушенное И это можно было Понять Все почти Всегда на бумаге Было И весь контраст Был в основном С белым И с белым Темное лучше Контрастирует А потом Начиная с 90-х Уже пошли Экраны А экран По умолчанию Черный Темный И там Так как раз Должно быть Более светлым И светлое Стало контрастным И на самом деле Ребята здесь пишут Что они Около сотни Вариантов Продумывали Новых цветов Вот этого Красного и желтого Чтобы было Контрастно И с черным И с белым То есть Они как настоящий Логотип дизайнеры Проверяли контрастность С любыми типами цветов Чтобы как бы Ну Не попасть в просад Представляешь Они просто пипетели Сидели целую неделю Ну а что Им такие бабки Наверное были заплачены Я бы тоже попипетил Если честно Согласен Что мы будем с тобой Обсуждать вообще Естественно Я фактуру всю сказал Теперь обсуждение Давай ты первый Я сразу скажу Что 2016 год Не нравится Почему-то Вот не знаю Почему Мне не нравится Что они вынесли Надпись Вне логотипа И Короче говоря Я скажу Почему мне нравятся Другие логотипы А мне нравятся Практически все логотипы Я вот больше скажу Кроме вот та Которая позорная Есть Идет от 2016 Якобы это следующий логотип Нет Это не 2006 Он использовался Везде кроме карточек В рамках рекламной кампании В 2006 году А Окей Ну вот И я скажу Мне очень нравится Логотип 66 года Да просто потому что Это IBM В стиле Так Да Мне нравится Мне нравится 68 год Потому что Он такой Знаешь 5-й был в 68 году Там еще были чеки И на чеках Печатали вот этот логотип Да Который Много символов Ненужных Куча Но он все равно У тебя на чеке Это прикольно Мне нравится 79-й Потому что Он такой Знаешь Ты же В стиле Ты должен с сигарой ходить У тебя просто написано Мастер-карты Такое затемненное В том результете В гавайской рубашке Да Затемненное Такое пепельное яйцо Одно левое у тебя Ну вообще темный Такой логотип В 90-м Мне нравится Такой очень простенький Такой логотип Даже без обводочки Надпись Мастер-карда И уже Вот это скорее Уже на чем-то На каких-то Макдональдсах Я не знаю На чем И 96-й Ну вот такая надпись Должна быть просто На фурах Огромных Мастер-кард Вот этим Блин Мы принимаем Мастер-карды Дальнобойщики У шлюх принимают Карт Я не знаю Просто на фурах Зачем еще деньги Вот А 2016 Ну все-таки Что-то как-то нет Мне больше всего Понравился 96-й И Знаешь почему? Потому что Черная тенька У надписи Мастер-кард Она прям Мне контраст нравится Очень выделяет Мне нравится Не наложение цветов А вот эти полосочки Мне напоминают Кодек По-моему У них в логотипах Или там В пленках В дизайне упаковки Тоже такое было У меня просто Ностальгические чувства По этому поводу А мне просто интересно Что они вот этими полосочками Хотели сказать-то Ну слияние Я не знаю Ну ладно Пусть будет Ну просто Ну как-то Когда вот там Такое черное пятно Было В 68-м и 79-м Хотя мне 69-й Мне нравится Он вообще хорошо Вообще Мне нравятся Заглавные буквы Я даже вот в чате Никита не даст соврать Всегда пишу Заглавные буквы И точку ставлю в конце Я не люблю Вот эту расхлябанность И маленькие буквы Поэтому 68-й год Мне не нравится К сожалению 66-й согласен Это IBM Это просто Черно-белый Серо-белый Это прям Фильмы Кубрика Сразу вспоминаются И блин Доктор Стрэндж Лав Я создал атомную бомбу Это все круто И Интербанк Отлично А так вот А новый Знаешь почему Ты говоришь Мне не нравится А я знаю Почему мне не нравится Новый Ну-ка Во-первых Вот эти цвета Это знаешь Когда вот Ты настолько толерантен Что ты вот Пытаешься угодить всем И в результате Ты настолько Блеклый И дерьмовый Что Знаешь Ты уже даже Самому себе Нахрен не нужен Это как вот Французы Которые там Всех принимают А потом у них Внится теракт Согласен Я вот смотрел Недавно Не недавно Может быть В марте В апреле Пересматривал По каналу Че Это не реклама Шоу-фильм Папаши С Депардей И Пьером Ришаром 68-го года И там Ницца была Тоже И там была суровая Ницца Где Депардей Реально ногой дверь вышибал Бил там всех Потом вот этот Чувак За которым они гнались Ребеночек их типа Он типа там Дрался в кругу И ему этот Пьер Ришар такой Нет-нет Надо их разнять А то ему сейчас Он такой Так нет Ну-ка стойте А то вырастите Из него пидора И типа И это Франция Это Ницца Это лазурный берег Где сейчас На улице идешь И от мужиков Парфюмом пахнет Больше чем от женщин И все в лакостовских пола В розовых джемперках Повязанных сзади И Знаешь Вот прям Тогда Это было Брутально И тогда не было Вот этого Ни рыбы ни мяса И вот новый мастеркард Это вот новая Ницца И вот не дай бог Конечно Не дай бог Но с новым мастеркардом Тоже какая-то беда Приключится Мне не нравится Из-за цветов А второе Почему мне не нравится Это шрифт У меня вот эти шрифты Типа Proxima Nova Кругленькие И широкенькие Они уже так задолбали Со времен 2011 года Когда мы вот Активно использовали Proxima Nova В проектах Говорили об этом Когда Live Journal Потом его к себе поставил Instagram Его потом к себе поставил Вообще много кто Его себе поставил Proxima Nova Он же так Остачертел Дизайн мода По-моему Да, да Чуть ли не дизайн мода Сейчас у них уже Что-то новое С Google шрифтов Но не важно И тема в том Что Вот до Так скажем Таких вот Столпов индустрии Тем более банковские Стабильные До них Видишь Это слагом С каким большим Докатывается Как докатка С пятилетним Как минимум И нам И нам К сожалению Придется Еще большое Количество Лет Здесь Это еще Терпеть Во всех Дизайн Блогах Уже Все на серии Перешло Вот на Медиум Везде Засечки А тут Только еще Докатилось Вот эти Широкие Круглые Буквы Сраные Но потом Все вернется Опять К первой Я искренне Буду надеяться Что опять Черно-белое Все просто будет И помехи У меня сразу Помехи Вот эти телевизионные Вот это щепление Черно-белая крошка Фуф Дизайн у нас Такой напряженный Был в этот раз Да Прям Не Ну у нас Все-таки Все-таки Ювеб дизайн Нам надо Про дизайн Много сказать Но вот Вот никак Тем более Нам нравится тема То есть не то Что знаешь Я сижу такой И думаю Ну когда там Саня закончит Уже Нет Мне на самом деле Тоже нравится И нам эти темы Мы прям их выбираем От души Мы смакуем Конечно Это прям Самый если честно Интересный Это больше всего Откровений здесь Вот я причем Еще на сердце Вот здесь Суть какая Короче Кстати напишите Знаешь что в комментариях Может быть мы много Слишком говорим Каких-то Не то что сленговых А каких-то непонятных вещей Возможно Или может быть Мы наоборот легкие Знаешь как сигареты Для кого-нибудь Тут что-то слишком легкие Напишите как вам Или мы все-таки Входим в настроение Потому что Вот непонятно Нас слушают все-таки Люди которые шарят Так скажем В том чем мы говорим Хотя бы да Или слишком Овер Может быть Овер инжиниринг у них Может быть Овер в отч Может быть Овер в отч Да И они такие Знаешь Ой да что-то они Нет я лучше Я лучше пойду на питончике Там быстренько SVG Напишу Ну я тебе так скажу Надо не скатываться в мастеркард Не пытаться угодить всем Базара нет Я просто хочу понять аудиторию Согласен Согласен Понять да Понять хотим Но прослушиваться не обещаю Поэтому сейчас легенького Светские новости Новый BitTorrent Now Вот такая первая тема Я просто хочу сказать что Торренты-то поперли в телефоны Прикинь И в App Store появился Очищенный от пиратского контента BitTorrent А я вам просто хочу напомнить Что BitTorrent Это в принципе такая Можно сказать что Организация Наверное даже Это какой-то холдинг Я думаю что у них много Денюжек Денюжков У них ошка есть Я не знаю на номинала На зареган Или на нормальных учредителей Я бы на их месте на номинала Потому что как мы все знаем BitTorrent между прочим Это торренты С помощью которых качают всякое Вот А тут оказывается Хотят легал То есть реально легально В App Store Где серьезные дяди В костюмах сидят Допустили BitTorrent Now Сервис Где в принципе Контент распространяется Абсолютно бесплатно Его можно скачивать Но как вы понимаете Какой там может быть Контент В бесплатном Торрент клиенте Который можно качать С помощью App Store Книги типа Пушкина Которые уже утратили Носителя прав И которые являются Достоянием Так скажем Общественным Толстой Но это ладно Я думаю что там Большинство будет Неизвестных Рок групп Панк рок групп Неизвестных Не знаю Каких нибудь Артхаус фильмов И я даже не знаю Плохо это или хорошо Потому что возможно Для App Store Это такой Ну небольшой Глоточек Хипстятинки Так скажем Потому что App Store Это в принципе Такая организация Где вот Хипстате не место Потому что Там все серьезно Там нужно купить Джеймса Бонда За 299 рублей Я не знаю Допустим Фильм Или например Купить новый альбом Леди Гаги Ряд хоть Чили Пепперс Уже упомянутых Да Да Никно Чили Пепперс Вот Поэтому Как вы смотрите На BitTorrent Now Просто интересно Как вы вообще смотрите На торренты В принципе На телефонах Это смешно Наверное Или не смешно Я не знаю Значит иногда хотелось бы Иногда был нормальный клиент Ну вот Не вот такое вот Кастрированное говнище Хотя мы посмотрим Можно посмотреть Кастрированное оно или нет Согласен Пока еще Непонятно Ничего Но возможно Приобретет свои какие-то Силы Шарм какой-то Да видишь Нет Ну там у них будет Свой трекер получается Now трекер Некоторый То есть нельзя будет Зайти на Какой-нибудь Рутрекер Наш любимый Который мы Был у нас момент В нашем подкасте Когда мы Мы подкаста 6-7 подряд Периодически Да Про него прям много говорили Вот с него похоже Нельзя ничего сделать Ну ничего нельзя Имеется ввиду Что вот ты Ну на телефоне У тебя естественно Прилетают телефонные Всякие штуки Штуки-штуки То есть ты же не можешь Просто там Авиху Ну Авиху просто так Слить С себе на телефон Потому что она Ни в куда не прилетит Ее плеер никакой Не проиграет Есть уже возможность Накатить VLC на телефон Нет Конечно И через iTunes Скинуть именно Авиху В VLC То есть там есть Некие документы Для программ И именно в нее Можно скинуть То есть можно так PDF-ки загружать Не в iBooks А в PDF-ридер Какой-нибудь Это понятно Я понимаю Я имею ввиду Что без вот Плеера Ридеры какого-то Никак не сможешь Потому что телефон Не предназначен Для этого дерьма Хотя в принципе Как и компьютер На Windows Он тоже не может Без плеера ничего сделать Там есть конечно Встроенные Но тем не менее Но кодеки Кодеки там не все Скорее всего Кодеры И декодеры Отличная новость Такая Коротенькая На самом деле Там есть оригинал На 925mac.com Но я так понимаю Оригинал Покрывает Как кобылу Абсолютно Он Там разве что Скрины есть Разве что скрины И то не скрины А скрин Один Какую-то непонятную Статью На The Verge Про то что Apple Потихонечку Делает Плохое С портами С теми самыми Не с теми портами Которые куда корабли Приходят А с теми портами В которые Вставляется всякое Например USB порты Например Еще какие-то И он всю статью Описывает Про то что Прошел такой Небольшой слух В который Даже верится И там Какие-то серьезные Даже издания Типа Wall Street Journal Пишут про то что Прикиньте Что iPhone iPhone Ну и соответственно Как впоследствии iPad И iPod Touch Слушай я даже не знаю И iMac И MacBook Потому что там Наверное везде есть Jack Тот самый Jack Не который Jack the Ripper И не Jack Warabey И не Jack Warabey А тот который Третий с половиной Аудио Вставляет Вставляет Да И через который Мы собственно Слушаем музыку При помощи гарнитуры Замечательной AirPods Например И так вот И он говорит Что ну А это слушайте Не говно ли Да Мы знаем Что Apple Они всегда любят Вот это Legacy Technology Не боли Вот Они любят Отсекать его Вот есть у них Такой прикол Ну да Они берут что-то И все забыли Раньше были Кнопочные телефоны Сделали сенсорные Раньше было то-то Сделали это Бывает такое Иногда конечно Apple в чем-то Отстает Мы знаем Мы много раз Обсуждали Что и там Safari отстает Во многом От хрома Допустим Да Вот В чем-то есть Но в чем-то И они инноваторы Неки Ну знаешь Некоторые Их инновации Не сильно Увенчиваются Успехом Например Их порт Thunderbolt Да Он здесь очень много Пишет про это Да Который Пришел на смену Дисплей порту В некоторых Они от него Уже отказались То есть Они прям признали Что это говнина Хотя в принципе Тема была нормальная Суперскоростной порт И для сети И для Подключения Мониторов И вообще Тут видишь Вопрос в том Что Это как бы Thunderbolt Это как бы Новая технология Они не отсекают Что-то Они что-то новое Придумали А вот что они Отсекли Я сейчас Ну давай-давай Ладно Собственно Они Thunderbolt И отсекли Позднее Вот я и говорю И я больше Хотя сами его И придумали Да Я тебе больше скажу Что кому-то он нравится Я вот опять же В радиоте По-моему Я слышал что Умпутун опять же Любит вот Thunderbolt Там подключать Что-то там В общем Как обычно Такие технологии Которые уже отменили Нет Но я тоже его люблю Я им подключаю Монитор Просто потому что У меня монитор Поддерживает Это дерьмо И почему бы и нет Он быстрый Нормальный И крутой Какой-то USB-C На макбуке Это в новом макбуке Который Ну как новый Макбук 2012 2015 Который супертонкий Который ноутбук батарея Там ничего Кроме USB-C нет Даже зарядка По нему подключается Ну и это там Тот самый Двухсторонний Трехсторонний USB и так далее То есть Ну про него был Хайп как-то раз Ну вот Да И еще здесь По слухам говорят Что вот Ну ладно Вы отменяете Всякую хрень Которая там 15 лет существует Да Какие-то порты Ладно Вы там Какие-то новые Что-то Попробовали Отменили Окей Но типа Jack Headphone Jack Он 32 года Так скажем Вместе с Apple Как я понимаю Не только Вместе с Apple Вообще по жизни А то есть Ну в принципе Да То есть Не только с Apple Но и Везде он используется Хотя нет По жизни Я думаю Больше 30 Чуть я загнул Наверное Все-таки с Apple Хотя Ну ладно Не знаю Давай посмотрим Ну слушай Здесь пишет Что В 84 Мэг Шиптон 1984 Это практически Последний абзац Статьи Да Поэтому Как бы Такой стандарт Дефакто Это или стандарт Дефакто Или это Какая-то Очень такая Старая Архаичная Хрень Которую Надо Просто Изгнать Из племени И Дать просто Умирать В пещере Я не знаю На самом деле Есть хороший вопрос Что же придет На смену Джеку То есть Мы будем Подключать По юз Нет Наверное Блютус Они хотят Все-таки На смену Но я понимаю Что они думают По поводу Вот Поэтому непонятно Еще конечно Это все не факт И наша любимая Дырка останется Как бы это ни звучало Вот Ну Можно переходить дальше Нет Здесь должны Вот собственно Да Аудиофилы Аудиофилы Сказать Что А как По блютусу Там потери Звука И вообще Это все не то Только козырные Провода Хотя Только сраный Джек Который болтается Нахрен И он Только он тебе Будет лучше делать Ну вот да Только правда Это смешно В учетах того Что аудиофилы На айфонах Не слушают музыку Поэтому Им вроде как бы И похрен Следующее продолжение Как бы про Apple Мы немножко начали Сейчас продолжаем Теперь про бабки Эпловские Потому что Джек вроде как Было об искусстве Убрать Не убрать Что А это А куда я буду там Битсы свои втыкать Мне Доктор Да Это надо новые битсы Покупать Собственно Может быть Apple Это и добивается Продать новые битсы Это тоже про бабки Ну вот Apple Pay Влияет на платежную индустрию На хабр-хабр Причем статья Я считаю Что вот эту статью Можно было на какой-нибудь Мегамозг Вот честно Так что Мегамозг 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 Совместили С хабр-хабром Поэтому Вот она и здесь Поэтому Понятно Отлично Да Я забыл Что они Да Пишут Что Что корпорация Apple непрерывно Совершенствует Платежную технологию Apple Pay Я просто вас Познакомлю Так скажем С ней Пару слов скажу То что Apple Pay Уже работает Практически Мне кажется Даже наверное У нас в столицах В малых Больших столицах Тоже работает Наверняка где-нибудь Но В общем Такая технология С помощью которой Можно В одно нажатие Заплатить Вот практически В одно Берешь Поставляешь Допустим Терминал В магазине Если он обеспечен Вот этой хренью Вам на телефон На iPad Говорит Вы хотите подтвердить Подносишь Свой отпечаток Естественно Если у вас Хороший телефон Или iPad И вам платится Потому что Говорят Что да Это вы Подтвердили Свою личность Подтвердили Транзакцию Все отлично Вот такая хрень И можно было платить С помощью Apple Pay В приложениях Там тоже Вас просто Передарисуют Обратно на Apple Pay Ну или даже Можно Просто вам Приложение Скажет Хотите оплатить Поднесите там Отпечаток Опять же И все хорошо То есть Оплатить легко Быстро Классно И теперь Вроде как Apple Задумывается О том Чтобы Почему бы Apple Pay Возвращаясь К нам А мы Все-таки You Web Design Да Внедрить Apple Pay Веб-сайт То есть Платить На сайтах При помощи Apple Pay А Подстоп А считыватели Какие были И чувак Да И чувак Очень много По этому поводу Распространяется Что блин Да вы знаете Платежная система Это охренеть Он сначала Просто рассказывает Он как Знаешь Как в университете Принято Сначала рассказывает А что же такое Электронные платежи Веб Ну это такая Крутая Классная штука Которая уже Намного круче Чем просто шопится Многие магазины Закрываются Физически А многие Веб Платформы Какие-нибудь Интернет Магазины Открываются Наоборот Продают Много бабла Грибут В смысле Бабла Продают Да Вот Он вот так вот Потихонечку Потихонечку Говорит А что Ну и вследствие Этого Электронная Платежная система Это круто И там PayPal рулит И в общем В общем Вот вся вот эта тема И то что сейчас Новый игрок на рынке Веб платежей Это До свидос Всех поместит И вообще Будет просто Взрыв у Apple Pay Значит Немного бабла заработает А потом Начинаются тонкости Потому что Apple любит Свою инфраструктуру И Они никак не сделают Знаешь Вот просто Что ты с хрома Покупаешь И такой Хоп И тебе на телефон Что-то там прилетело И там В общем На каком-то корялом сайте Apple Pay внедрен И все классно Нет Тут Он говорит о том Что скорее всего Apple Pay Будет работать В связке Типа Ты с Safari С Mac Заходишь И тогда Только можешь купить Через Apple Pay Главное Чтобы не только Через Эппловский роутер Эппорт Экстрим Эппорт Экспресс Да И тебе на твой Айфон Прилетает хрень Ты подтверждаешь Трансакцию И все классно То есть Есть уже Как минимум Минус О том Что Apple Все-таки Инфраструктуру Ты свою Хочешь продвигать Опять же Чтобы покупали Все Вот Что здесь можно Сейчас сказать Такое То есть Непонятно Будет Вывод Вывод Должен Вывод Будет Будет Банкоматы Бла-бла-бла Замена банков А он то что пишет Искусственный интеллект Ну а ничего не пишет Короче говоря Вывод такой Что Сможет ли Apple Pay Все-таки Внедриться Каким-то образом Стать игроком На этом Нелегком рынке Да Или Они опять Нахрен провалятся Как в России Потому что Apple Pay Никто не слышал Ну видишь Apple Pay Никто не слышал Она только С шестерки Начинается А у нас Про шестерку Уже Ну как бы Понятно Что в столицах Слышали Но вот так вот Если говорить Про большинство То у нас сейчас Видимо все На андроиды Пришли Даже многие Из наших знакомых С айфонов Переходят На не пойми на что На флай Отлично Короче говоря Мы про бабки Продолжаем Хотя на самом деле У нас типа Светские новости Но в общем Светские новости Про бабки А что еще Так волнует Людей Как деньги Согласен То же самое Что и деньги И то же Что и порно Волнует людей Покемоны И я думаю Что наши Слушатели И зрители Наверняка В теме Я очень надеюсь Пишите в комментариях Если вы в теме Потому что сейчас Возможно Какой-нибудь Василий Петрович Говорит Да я Кто Поки 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 Кто Допустим И он за рубанком Сейчас слушает нас Допустим Но Покемон Гоу Которые вышли На самом деле От Нинтендо Ли Потому что Да понятно Что от Нинтендо Какой-то Нинтендовский Подрядчик Какой-то Стопудово Потому что там Лицензирование Только у них Может происходить Вот какая-то Инди-студия Для них сделала И сделала Неплохо Как мы понимаем По количеству людей Которые играют Очень популярная Хрень Которая еще пока В России не запущена На данный момент Сегодня 18.07.20.23.30 Просто чтобы не писали Да все Уже все прошли Мы уже все Класс Нет Еще пока не запущено Но возможно Вот скоро-скоро Уже ее запустят То есть ты думаешь Там можно будет пройти Ну да Понятно что Короче говоря Игра В которой нужно Ловить покемонов При помощи своего Девайса Мобильного Знаешь Что смешного На этом лендинге Покемон называется Монстрами Отлично Монстров можно ловить Хорошо Ну покемон Покет монстр А да Конечно Не думал Вообще не думал Вот ни разу в жизни Хотя мог сто раз подумать Ни разу не думал Короче говоря Мы здесь видим Ландуху Сбербанка А мы почему Про бабки так говорим Которые Уже даже Предоставляют услуги Представляешь И Это Я просто Подчеркиваю Вот это вот Почему разросся Покемон Го И почему он Такой популярный Что вот даже Банки поддерживают Ладно Сбербанк Там в других странах Вообще Страшное что творится То есть вы наверняка Все эти новости знаете Я просто как бы Вам напоминаю У нас в Совете Федерации Давай начнем с тобой Что уже хотят запретить Хотят запретить Из-за того что Я даже не помню из-за чего Нравственность там Пацаны Исламские Все запрещают Вот насколько я помню То есть это вообще Такая тема Да Очень много тем Про то что Запретить на кладбищах Запретить Ну вот это я слышал Храм Да Это все Очень много шуток По этому поводу Поэтому как бы Вот Ну и тем не менее Что предлагает Сбербанк На своей ландухе Прикинь Можно короче Застраховаться Бесплатно Наконец Вау Потому что говорят Что если ты Смотришь в телефон Много Ходишь по нашим дорогам Не самым прямым Ты можешь себя повредить Или допустим У нас в Ленинском районе Можешь себя Тебя могут Похарасмить Немножко Вот Поэтому Оформи страховку И получишь там Чуть ли не 50 тысяч Если тебя повредят Во время того Как ты в Pokemon Go Я не знаю как ты докажешь Но наверное как там Я вообще не знаю Это вирусная реклама Pokemon Go Или они реально Такие услуги предоставляют Это вирусная реклама Сбербанка Я думаю Ну тоже может быть Да И где искать монстров То есть пацаны Из Сбербанка Нам намекают И оставляют даже адреса Во многих городах В том числе Челябинск Я уж не говорю про Москву И Питер Где можно найти Конкретно монстров Где они тусят Где можно конкретно Покемонов Схантить Там установлены Специальные модули Чтобы вы понимали Которые монстров привлекают Да То есть маячки Ультразвуковые Как у мышей Там я не знаю Крыс Ну и вот еще Одна из услуг Одна из последних Так скажем услуг Можно получить бонусы Спасибо прикинь Вот есть такая хрень У Сбербанка Кто не знает Спасибо Которой можно платить В некоторых сетях С которыми Заключен договор У Сбербанка Допустим в Burger King Это не рекламчивость В аптеке классика Это тоже не рекламчивость Да И Ты спокойно В Сбербанк Заходишь Если там вдруг Покемон Ты короче его фоткаешь И отправляешь им там В паблике Сбербанка Значит скрин Ну в смысле Ты ловишь покемонов У них в отделении Так И тебе 500 бонусов Прикинь Спасибо А 500 бонусов Между прочим Равно 500 рублям Оп Это причем неплохо Да Просто взять и себе Можно там Бикинг Покушать Значит Нет Это бикини Скажешь Потом уже Не влезть в бикини После бикини Короче говоря Вот такой хайп Ну все это понимают Много шуток Много приколов Мы почему Обсудили это Потому что Просто так Мы обсудили это Потому что Нам надо было Как-то отразить Покемон Гоу И мы выбрали Самый интересный Вариант это сделать Да Если говорить про Челябинск То маяк Для покемонов Стоит на Комарова 112 Это досвидос В траекторозаводском районе Прям вообще В таких В рабочем квартале Это наверное Как Выхина Если в Москве Ну что-то Что-то видимо такое Да И самое главное Напротив третьего Детского туберкулезного Диспансера Чтобы детки сбегали Из больницы Заражали всех вокруг Ну да Опять же Но это такая Жуткая ирония Я не представляю Люди которые Наши Это кто Кто вот это установил Это Сбербанковцы Эти маячки поставили Мне кажется Там отделение Сбербанка Какое-то Или это Именно Покемон Гоу Рандомом Через Google Maps API Как-то вот выяснил Что именно там То самое место В котором будет круто Или пацаны С трактора заводского Специально установили Тоже может быть Чтобы отлавливать Людей с телефонами Ну всякое может быть Я короче Знаешь что думаю Что сейчас Нам надо прерваться На Маленький перерыв На кофебрейк Практически На кофебрейк А после этого Мы продолжим Поэтому Все кто сейчас Сидит голодный Все кто в сектах Да Поэтому приятного Просмапетита Как бы это ни звучало Да Вы просто Прервитесь А то нам часто пишут Что вы Такие долгие Вот вы прервитесь У нас прям пауза будет В нашем подкасте Я не знаю Если честно Пока как мы ее Отобразим Просто пауза А дальше продолжим Да А дальше продолжим Возвращаемся мы С перерыва И после перерыва Сразу Да Как в Что где когда У нас вот Есть спонсор У нас есть спонсор Практически как Бинбанк Только SmartApe Это круче еще Я не могу Это круто И вот Design.ru Слэш SmartApe Это пацаны Такие Которые нам Вообще Без проблем Охрененный хостинг Предоставляют И вам Без проблем Предоставят Не только нам Вы не думаете Что мы там Какие-то эти Нет Мы такие же Как вы Обычные люди Самое главное Что Охрененно доступно И даже Сьюденты Учась Или участь Учусь В университете Могут спокойно Попробовать Свой какой-нибудь Веб-сайт Захостить Попробовать Что такое Вообще Платные хостинги Курсовую работу Свою захостить Показать С понтом Не с локалки Сейчас я тут Это у меня Слэш файл Слэш там Программ файл Студа-сюда А все-таки Как-то по-человечески На домене Моя курсовая Точка ру Конечно Конечно Поэтому Uwebdesign.ru Слэш смарт-тейп Обязательно Пробуйте По нашей Реферальной ссылке Смотреть Да Ну и давай К разработке Я продолжаю Есть халву Мы кстати Да Во время перерывчика На балкон Вышли Постояли Подышали Свежим воздухом Комары Нас даже Не закусали Мы вам тоже Рекомендуем Да Вы тоже Какие-то делаете Физические нагрузки В перерывах Покемонов играть Хотя бы Да Крис Койер Нас приветствует На mediatemple.net И рассказывает Нам о том Что Вот Как вот вы Мы могли задуматься По поводу Стилизации Тега Пре Что расшифровалось Как Преформатит Текст То есть Предформатированный Текст То есть Единственный Тег В котором Табы Это табы А энтеры Это энтеры Так И они не превращаются Просто в White space В пробельчики Которые ничего не значащие А все-таки Как-то Сколько пробелов Столько их И будет Выведено А вот Вы используете ли Вы Самый первый вопрос Который нужно задать Используете ли Вы внутри Пре Если вдруг У вас там будет Код Оборачиваете ли Вы еще внутренности В tag code Например Так И он говорит Я вот всегда делаю Это семантически Как-то прикольно То есть Пре Это же не обязательно Код Это предформатированный Текст А дальше Мы говорим Нашему броузеру Что это еще и код Кроме того Что это предформатированный Текст И Самое первое О чем стоит сказать Это то Что если вы Enter Function Cool X Вы видите После кода То у вас эта дырка Появится И вам ее надо Или как-то Джаваскриптом Вырезать Или начинать писать Сразу с открытия Пре И код Угу Вот это на слух Я думаю Как обычно Хреново воспринимается Но мы ничего Не можем с этим Поделать Вот На самом деле Выбор шрифта По умолчанию В браузерных настройках У Пре Уже сделано PhoneFamily Monospace То есть Кодовый шрифт Поэтому Если честно Не знаю Нахрена Семантически Добавлять код Ну то есть Нет Я понимаю Нахрена Семантически Чтобы сказать Что это типа код Но стилистически Не обязательно Потому что Выглядеть уже И так будет одинаково Как код К сожалению Да Или к счастью Сам для себя Каждый решит Он нам здесь Дает ссылку На статью От Майкла Така Или Тука Перегрин Тук Так вот Майкл Пук Который нам Рассказывает Про фонд стеки И он предлагает Нам фонд стек Для консольных Моноширинных шрифтов Прям кучу Консола С Андале Моно ВТ Андале Моно Овале Мандала И так далее Короче говоря Или можно выбрать Что-нибудь С Typekit С Google Fonts Я кстати не знаю На Google Fonts Есть или нет Моноширинные шрифты На Typekit Есть Я забегая вперед Скажу Что нам к темам В темах К 90 подкаста Спрашивали Какую мы среду Предпочитаем И мы ответим Вот когда До туда дойдем Какой мы Моноширинный шрифт Используем Так что не переключайтесь Это в самом конце будет Ни хрена ты дал там Вообще Как дал там Так вот Оборачивать или не оборачивать Вот в чем вопрос Говорит Крис Это кто спрашивает Это Когда Корочку запекают К сожалению Нет Это все еще Про теги Пре А именно Что делать Со строкой С длинной Которая Не вмещается Делать горизонтальный Скролл Или делать так Чтобы переносилось Так Вот Сам Крис Коль Говорит Я Говорит По разному Иногда хочется Что переносилось Иногда Он как любые Женщины Любит разнообразие И не только в постели А еще и в редакторе Кода Поэтому Пре Он иногда оборачивает И для этого надо White space Пре Рэп Написать Для того Чтобы Переносилось На новую строку А иногда Делают Overflow X Ото Чтобы Появлялся Скролл бар И можно было Скроллить Внутри Вот этого Контейнера Потому что По умолчанию Если авто Не написать То Может Этот Контейнер Уйти Вправо Далеко Ну и там У вас Вся адаптивность Сломается Так бывает На самом деле Иногда Сделано так Что Контейнер Расширяется Он Причем У себя На CSS Strix Показал Как бы Это выглядело Мне Так не очень Нравится Я вам Честно От себя Скажу Мне тоже Никита Мне Хрен Вот так Ну ты Какой Пытаешься Как Мастер Карт Всем угодить Хрен Его Знать Ну В общем Да Иногда Если Это В имейлы Попадет То надо Естественно Инлайновый Стиль Вписать Как мы Обычно Это делаем В HTML Имейлах Не дай бог Это в имейлы Попадет Надо будет Как-то Это смыть Я не знаю Отстирать Потом Если Если Вдруг Вам Надо Подсвечивать Синтаксис В рамках Pre Я Вам Рекомендую Prism.js Практически Prisma И там В принципе Все Прикольно Она И маленькая Удобно Использовать Никаких Зависимости Типа Или Rel Rel Css Указывать Какой язык Используется Чтобы оно Понимало И подсвечивало Уже исходя Из тех Правил Которые Вы указываете Кроме Этого Можно Заголовочки Разные Сделать Data Lang А потом В псевдоэлементе Before Этот Data Атрибут Просто В контент Заводить И показывать Абсолютно По-разному И Внимание Откровение Пожалуйста Откровение Мне явилось Что у тега Pre Можно Задавать Значение Такому Свойству Как Tab Size По умолчанию Табы Очень Большие Восемь Пробелов У тегов Pre И оказывается Этим Можно Управлять Если Вы Делаете Tab Size 4 Будет 4 Пробела Tab Size 2 Будет 2 Пробела И Это Охренеть 6 лет Работаю И не знаю Таких Тонкостей Толстый Как бы Открывает Толстяк Прям Крутой И Даже Есть Некий Tab Wid Который Показывает А стоп Ну-ка Ну что же Он показывает Я чуть не понял А в чем разница Между Tab Size И Tab Wid Потому что По факту Значит одно и то же Но он Или где-то Ошибся Ну-ка Я щас Попробую Загуглить Такое Tab Size Tab Size Есть Свойство Прямо Тсс А Tab Tab Wid Таб Нету Поняли Да Он ошибся Нет Толстый Ошибся Да Я просто вижу Что он что-то погнал Хотя Может быть Что-то он понял Не знаю Интересно В комментариях Указали Или нет Да Здесь у всех Реально Такое же Откровение Что типа Вау Tab Size Круто Я даже Не знал Что такое Бывает И я пытаюсь Понять Кто-нибудь Ему указал На ошибку Что он Описался И сделал Tab Wid Но все Или скромничают Или никто Не заметил Или мы Что-то не поняли Напишите В комментариях Если вдруг Кто-то понял А мы Не поняли А вот Вот Он говорит Стоп Tab Size Или Tab Wid На картинке Как-то Не похоже Он такой Ну блин Обновлю Два месяца назад Причем еще написал Обновлю И так и не обновил Короче Tab Size Правильно И сам Толстый Это признал Yes Это победа Причем я заметил Я даже не читал Комментарии Следующая тема У нас Прям такая Жизнеутверждающая На самом деле Опять Free Code Camp Опять Medium Freak Freak Ты ко всему Блогу Отнесся Прик Комментарии У них даже Логотипчик Такой Типа Ладно Согласен Ну давай Это реально Как стать Крутым Разработчиком Без приколов Да Причем Причем Практические примеры Билл Саурор Некий Нет времени Написать документацию Или комментарии Крутые Нет времени Подумать Нет времени Подышать Времени Нет Он прям Кричащий У него такой Эпилог Точнее Пролог Простите Он говорит Ну если Вы нашли Время Чтобы Прочитать Мою статью То и на то Время Найдете Понял Как он Сразу Нас Уделал Я Тоже Так Раньше Думал И На самом Деле Я И сейчас Так Думаю Но С умом Первый Пункт Не надо Пытаться Выучить Вообще Каждую Новую Вещь Которая Выходит Здесь Прикольная Гифка Это Вот Кстати Я Люблю Наших Слушателей Зрителей Спрашивать Из каких Там Фильмов Каких Моментов Это Происходит Мне Вот Интересно Из Какого Момента Это Вот Дивка Да Причем Тут Девочка Типа Гермионы И реально Она спрашивает На хрена Мы это Учим А почему Гермионы Гермиона Это не Спрашивает Она Учит Ну Она Может Спрашивала У профессора Снэйпа Когда Она еще Не знала Что он Добренький Спойлер Да Он Добренький Ну Короче Говоря Мне Знаешь Напоминают Фильмы Типа Где Шварценеггер Или кто там Был Детсадовский Полицейский Да Да Мне Почему Стилистика Это В принципе Все Фильмы Восьмидесятых Девяностых Американские Так выглядят Мне вот Напомню Короче Говоря Без Базара Надо Учить Какие-то Новые Вещи Разработчики Должны Развиваться Но Не надо Гнаться За хайпами Но мы Неоднократно И он говорит Типа И здесь Сразу У него Прикольчик Типа Старая штука Мертва Да Здравствует Новая Штука Которая Скоро Умрет То есть Как бы Поэтому Не Делайте Так Чтобы Вас Засасало В эти Заголовки На Блогах Новый Стандарт Выходит Каждые 37 Секунд Я не знаю Почему Он 37 Сказал Но Да Новые Технологии Фреймворки Фичи Они На самом Деле Так Никогда Не выйдут Так Скажем В такой Лихой Продакшн И мы Даже Не будем Знать И хрен Вы с ними Потому что Вот просто Те люди Которые Типа Вот этих Блогов Про Разработку Они Зарабатывают На Статьях Им Надо Каждый Раз Высирать Какие Заголовки Но Это Не значит Что Мы Должны Прямо Это Прямо Серьезно К этому Ко всему Относиться Нужно Сфокусироваться На Трех Так Скажем Секторах Если Вспоминать Мастеркард Вот Чтобы Три Круга Где Пересекаются Вот Там На Трех Столпах Да На Трех Столпах Как мы Любим На Трех Китарх Черепах Здесь Весь Мир Держится Плоский Если За Краю Ехать На Мотоцикле Упадешь На Черепах Там Жрать Нечего Ой Не знаю Ну Давай Берри Столп Фундаментал Да Фундаментальные Основы Они Никогда Не устареют Поэтому Если Вы Хорошо Выучите Джаваскрипт Любой Фреймворк Осидлаете Прям Как Кобыл Опять Жи Покрой Возможно Даже Сами Напишите Фреймворк Да Скорее Всего Там Открываются Уже Когда Глубоко Джаваскрипт Познал Уже Открывается Желание Написать Свой Фреймворк Чакры Если Объектно Ориентированное Программирование Познаете То Любой Язык Изучите То Тут Все Прям Такое Если 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 До Кобы Всегда Надо Фокусироваться На Основательных Вещах Второе Нужно Всегда Следить За Тем Стэком На Котором Вы Больше Сего Программируете Тут Не Уйти Если Вы PHP Программист И Ворд Пресс Занимаетесь Вы Следите За Всеми Версиями PHP А А если Я Джаваскриптом То Следи За Экмоскрипт 6 За Такими Вещами Опять За Fundamentals Но И за Нодой Если Ты Именно На Ноде Пишешь Привожение За Ней Будь Добр Следи Именно Стэк Не Фундаментально За PHP Следить А Именно За Ворд Пресс Следить Что Там В Новых Версиях Будет Кастомайзер Используй Или Не Используй Как Отслеживать За вещами Которые Как Вашем Стэке От Крупных Компаний Вот Вроде Как Смотрите Вот JavaScript И Вот Не Учити Там Эмбер Какой Нибудь Сраный А Вот Ангуляр И Реак Все Так Гляньте Потому Что Это Google И Facebook И Уж Вроде Как Они Так Говеного Не Сделают Но Здесь Опять Можно Разбежаться Понимаешь Можно Ой Как Поглядывать Я же Сказал Что Не То Чтобы Прям We Need To Go Deeper По Декабрию Здесь Если Следовать Каждому Пункту И Хотя Первый Выполнить Я Уверен Что Если Fundamentals Ты Допустим Познаешь JavaScript Хотя На уровне Книжки Орили Там До Хрена Что Хотя Б Всего На уровне Flanagan 1100 Я Уверен Что Этим Взглядом Ты Можешь Взглянуть На Любой Фреймворк JavaScript И Сказать Надо Тебе Это Или Не Надо Да Ты Просто Уже Будешь Понимать Возможно Ты В Эмбере Увидишь Ту Жемчужину Конечно Тот Алмаз Неограненный Как Алладин Который Который Именно Тот Самый Фреймворк Который Крутой Поэтому Да Второй Пункт На самом Деле Есть Такое Вот Утверждение Что Лучше Сейчас Говеный Код Напишу Чтобы Побыстрее Но Нет На самом Деле Если Вы Напишите Хороший Код Вы Потратите Меньше Время Потому Что Дерьмовый Код Потом Надо Будет Дебажить Рефакторить Поддерживать И Вы Проклянете И Больше Времени В итоге Потратите Поэтому Лучше Сразу Написать Хороший Код И Первое Используйте Девелопмент С тестами То Пишите Тесты Сразу Будет Менее Забагованный Код Хоть Вы Потратите Поначалу Больше Времени В итоге Оно Окупится И Второе Используйте Итеративный Подход То Сначала Сделайте Просто Чтобы Работало Не В смысле Говен А В смысле Не Очень Широкий Функционал И Не Очень Широкая Возможность Для Масштабирования А Потом Если Вдруг Возникла Необходимость Масштабироваться Класс Замутите И Все Круто Будет Поэтому Не Обязательно Всегда Сразу Сначала Сделайте Чтобы Работало Потом Сделайте Правильно А потом Сделайте Чтобы Быстро Мантра Кента Бека Некого Ты Понимаешь Что Мы Как Всегда Даже Даже В теме Как Стать Крутым Разработчиком У нас Постоянно Начинается Вот Это Надо Делать Что Представляешь У нас Чуваки Думают А Можно Как Не Делать Ничего И Стать Крутым Разработчиком Ну Это Наверное Другой Подкаст Какой-то Надо Слушать Других Ребят Которые Предлагают К ним На курсы Куда Ни Можно Не Делать Можно К нам На курсы Пойти Все А что Все Хрен Знает Что Все Можно Не Делать К сожалению Придется Все Делать Понимаешь Да Как Обычно Да Но К вопросу Все Делать Третий Пункт Работать 24 На 7 Не Делает Вас Героев А Вот Если Вы Соответствуете Ожиданиям Это Делает Вас Героем И Он Историю Жизни Расскажет Я Был Таким Лихим Чуваком До Хрена Работал У У У У У У У У Работать А Потом Говорит Я Понял Что Я Не Справляюсь Всегда Так Работать Начал Как Б Чуть Сдавать Позиции А Все Привыкли Что Я Дохрена Делаю Ой Фу Скатился Отписка Ну Да Это Правильно А Если Ты Поначалу Делал Не Так Много Как Другие Дураки Все Блин Че Чувак Не Очень Но Зато Ты Стабильно Вы Выполнял Нет Ты Уже На Коне И Вот Так Играть В Долгую Надо Короче Говоря Как В Любых Стратегических Мыслей Не Надо Стараться Сразу Делать До Хрена А Потом Сдуться И Как Первый Ребеночек Который Не Хотел На Сунчат В Если Ты Понимаешь О Чем Я А Надо Потихоньку Наращивать Темп Понимаешь Чтобы Она Понимала Что Есть Куда Расти Я Ты Теперь Понимаю В Общем Видимо Не Такой Трэшов Учат Правильным вещам Ну И В Общем Да Поэтому Обязательно По Чуть Это Делайте И Вам В Долгу Это Лучше Сыграет Чем Если На Оборот Четвертый Пункт Не все Время Которое Вы Провели За Улучшением Кода На самом Деле Оправдывается Здесь Вводится Понятие Коэффициент ROI Return On Investment Короче говоря Иногда Когда Ты Улучшаешь Свой Код Это Просто Дройчиво Оно Больше Денег Не Принесет И Сделать Быстрее Быстрого Не Обязательно Ну Так Как Подтешить Своё Самолюбие Но Это Уже В рамках Отдых Имеется Ввиду Не Надо Передрачивать На Аналитику Так Скажем Ну Слишком Сильно Нет Наоборот Не Надо Передрачивать На Код Посмотри Аналитику Если Ты Очередная Ступень Рефакторинга Ничего Вам Не Дала Ни В деньгах Ни В посещениях Ничего Лучше Дальше Не Рефакторить Все Уже И так Прикольно Просто Если Это Поможет Тебе Потом Дальше Что То Лучше Делать То Оно В любом Случше У тебя Показатели Какие То Вырастут А так Если Уже Ничего Не Растет Нет Смысла Делать Чтобы На Три Миллисекунды Быстрее Работало Это Никого Уже Не Впечатлит И Нахрена Лучший Враг Хорошего Да Прекрасная Поговорка Заметил Наш Обозреватель Лучший Враг Хорошего Да Пятый Обозреватель Релакс Подпись И Он Релакс Релакс Я напоминаю Это момент Когда говорят Что Когда люди Проигрывают Они Не хотят Выдрать Руки Тому Кто У него А вот Вуки Хотят И Чую Он Релакс И Элисон Габриэль Он Цитирует Какую-то Даму Ассистент Профессора Менеджмента В Вирджинии Университете Содружества Она Рассказывает О том Что На самом деле Надо Расписание Прямо Продумывать И работы И отдых Если регулярно Не отдыхать Будет полное Говно Опа Прямо так Элисон И говорит Нихрена себе Нужно Это Мозгу давать Своему передых И дисциплинированно Давать передых Нужно этому Как ему Ну мозгу Короче Ну это Давай Если вы Это Задисциплинируете Что у вас Мозг Именно Вот В те же Самые Моменты Получает Отдых Так Он не будет Пытаться Отдыхать Во время Работы Он знает Да нечего Я сейчас поработаю Потом нормально Отдохну Оттянусь То есть нужно Стараться Вот эту стабильность Некую В рамках Дозволенного Понятно Что если там Кто-нибудь рожать Начнет Или метеорит Упадет Вы не получите Свой отдых Но как бы В рамках Так скажем Опять же Стратегических Лучше Вот по расписанию Все делать Как война Войной Обед по расписанию Да Чем сорваться Один раз И потом организм Захочет каждый раз Сорваться Или вообще Не делать Ничего И просто Получится Вакханалия Потому что Вот такие вещи Они должны быть Обязательны Вот такая статья Охрененная статья Freak Code Camp Freak Code Camp Да Сейчас я так понимаю У нас снова Немножко к толстым новостям Да Опять чуть-чуть толстяка Прям мы с него начали Им же и закончили Блог разработки Я имею ввиду Подкаст мы еще Не закончим Так вот Фронтенд разработчик Должен дохрена Знать заголовок 8 июля 16 года И ведь не поспоришь Фронтенд разработчик Это такой чувак Который находится На перекрестке Семи дорог Вот и я Семи работ Семи фреймворков Практически Да Потому что На фронтенд разработчике Все завязано Он выдает Кончательную конфетку Клиенту Поэтому Первое Он должен знать дизайн Если он не знает дизайн Он не может указать Хотя бы Aware Это не знать Прям на зубок Это быть в теме Вот это да Это самый такой Нормальный сленговый перевод Быть в теме Нужно быть в теме дизайна Чтобы если какие-то Грубые ошибки Или какие-то проблемы Он это заметил Перед продакшеном И сказал И пофиксили Он должен знать Бэкэнд Чтобы в случае чего Фронтендер Да Быть в теме Бэкэнда Чуть-чуть Чтобы в случае чего Знать И сказать Бэкэндер Слушай чувак А можешь ты мне вернуть Еще вот это значение Там у вас Бэкэнда А я тут уже Распарсию И как-нибудь покажу Нет Ты мне сразу Распарси Все верни А я там Все только Красявки Сделаю Ну вот да Но если хороший Фронтендер Должен быть в теме Нужен быть в теме Работы сетей Так Ты должен понимать Как работают протоколы И там Сгруппировать Все в 11 CSS файлы С HTTP 1 И не сгруппировать С HTTP 2 То есть надо быть Чуть-чуть в теме Быть в теме Перформанса Производительности Понимать вообще Что надо Ужимать картинки Вообще-то Ну и прочих Таких вещей То есть Все мы об этом Знаешь о чем все Это не о том Что надо Распространяться И не отдыхать Опять же И какую-то хрень Читать постоянно Это о том Что если ты уже Научился верстать Тебе нужно расширять Свой кругозор В сторону Конечно Да Других сфер Которых ты касаешься Непосредственно Какими частями тела Ты касаешься Этих сфер Да Например сетей Да Например контентная стратегия Нужно тоже знать Чтобы в случае чего Когда подверстываешь Уже контент И подверстнул немножко Так Подверстываешь И контент Ты же как-то поправил Нужно быть в теме Баз данных Это стопудово Это все должны быть В теме баз данных База данных Это наш мозг Это потому что Это архитектура И от нее мы пляшем И понимаем наши возможности Чтобы не было Тупых хотелок Тупорылых Да Я хочу еще вот это Тут поле А не можем Все у нас уже Схема базы данных Утвержденная И пошел ты в жопу Должен быть В курсе тестинга Немного Это обязательно Потому что Иначе как ты сам То проверишь вообще Хотя бы Да да То есть даже тестинг Позвать людей Посмотреть куда они Жмут Куда они смотрят И так далее Это важно Я даже не имею ввиду Юнит тестинг форм Хотя Ну и это в том числе Да Должен быть в теме систем Это каких? Аблиционно? Любых Любых Дизайновых систем В смысле Style Guide Что все должно быть В одной системе Иконочная система То есть Не должно быть хаоса Николая Да Должно быть все По каким-то Установленным правилам Должен быть в теме Девопс То есть Того как накатывается Это все Как коммитить код Деплоить Как деплоить Вот это всего Этого Это прям нужно Иначе Ты что на флешке Свой код понесешь Что? Слушайте Вот я последний билд Да ну нахрен А я флешку Донус был Нет последнего билда Все Ну и просто Стремно будет Свою информацию Предоставлять В каком-то Тупом виде Перед тиммейтами Конечно Стремно Ну конечно Нужно не быть Не помню Английское слово Про Ладно Нужно быть в теме серверов Ну понятно То есть просто Как работает веб сервер И как и что отдается Хотя это соседится С нетворком Как с сетями Но да Нужно быть в теме Аксессибилити Вот это я считаю Вообще прям часть Фронт энда Прям вот Это надо сильно знать Не то чтобы быть в теме А знать То есть чтобы Любые браузеры работали Любые там Я не знаю Apple Watch Скринридеры И так далее Это прям прерогатива Фронт эндеров И так же нужно быть В теме Разных девайсов Телефоны Айпады Чтобы везде одинаково Выглядело Все круто Работало И так далее Ну это вообще Это прям Mobile first практически Да Это что content first Но все таки И Крис Койер нам вот Говорит Вы задумайтесь вообще На наши А он себя фронт энд Разработчиком считает На наши плечи Какая вообще Ножа Тяжелая На его плечи конкретно Конкретно На его толстые Жирные плечи Которые прям вот Блестят на свету От сала Не знаю Ну короче Противно мы его выставили Так нормальный парень Крутой пацан У нас с нами Очень дельные вещи Написал Поэтому посмотрите Прислушайтесь А мы переходим В социальные новости Социальных новостей Несколько Как-нибудь Быстро бы по ним Пройтись И очень быстро Потому что первая тема У нас очень длинная Эван Виллиамс На самом деле На самом деле Остальные Я вам просто Расскажу Что будет дальше Кроме того Что мы У нас осталось Чуть-чуть Совсем Всего И мы все Сейчас быстро Пролетим Но конкретно Есть несколько Еще интересных тем Поэтому я вам Не советую Выключать все Нахрен Тем более Что будут темы Слушателей Поэтому поехали Социальные темы Форест Гамп интернета Как основатели Медиум И твиттер Эван Виллиамс Боится за открытый Веб Короче там крутой чувак Робинсон Мэйер Журналист издания Он видимо не зря Кушает свой хлеб Потому что Даже перевели На виси.ру Его круто Потому что Он говорит Я недавно Встретился с Эваном Виллиамсом Взял у него интервью И вы наверняка Охрен знаете Вообще кто это такой И Эван Виллиамс Спокойно Спускается Там знаешь Со своей там Виллы Или что у него Он богатый чувак Богатый чувак И садится там В какое-нибудь Скоростное метро Охрененное И никто его не узнает Понимаешь На улице Может быть он так и хотел бы И он так и хотел бы Потому что узнают Таких людей Как Марк Цукерберг Вот таких вот пацанов И тут даже подчеркивается Что Эван Виллиамс Практически Свечку держал При всех проектах Самых крутых Кроме вот Вот этой ночи В комнате Марк Цукерберг Когда он видимо Создавал собственно Фейсбук Когда он с этими Чуваками Грибцами Замутил Всю тему Вот Поэтому Эван Виллиамс Не то что Не один из самых Последних А он один из самых Первых чуваков Таких вот Мейнстримовых Крутых Но на самом деле Пионер интернета Пионер Я бы даже сказал И сам Эван Виллиамс Считает Что он не хочет Быть мейнстримом И здесь вся статья Про то Что Есть такая штука Как открытый веб И начинается с чего То есть чувак С ним встречается Они вместе Практически за кружечкой кофе Возможно За рюмочкой чая И первое Что говорит Эван Виллиамс Ему Открытый веб сломан Вот так и говорит И Что он вообще понимает Под Дерном открытом Под открытым веб И что понимает Под сломан Да Название интернета Каким он должен быть Свободным Без цензуры Принадлежащим Разным собственникам И работающим Автоном Здесь подчеркнуто это И Эван Виллиамс На самом деле Во всей статье Он сильно рассказывает Про то Как он в принципе Что у него было У него был А я вам сейчас Просто хочу подчеркнуть Что он в основном Сейчас медиум пацан И он сейчас там Главный в медиуме Вообще охренеть Главный И он раньше Даже Был Одним Из там Вот Каких-то Управляющих Твиттера Его поставили То есть не то Что он начинал Но одним Избравляющим Вот Он Короче начинал Кучу всего В том числе И блогер Который потом Перешел к гуглу И он это придумал Это я все слышал Да Он короче Вот в этой теме Он крутой чувак И он говорит Что к сожалению Блогер И вот многие платформы Которые В которых он работал Перестали быть Открытым вебом И вообще веб Это как любая индустрия Хоть что Хоть телевидение Хоть что Приходит к монополизации То есть Из маленьких компаний Которые только что Там начинают С горящими Так скажем Глазами И какими-то там Сердцами Бешеными Мятежным духом Они все Просто их скупают Фейсбук Их скупают Там еще какие-то Крупные компании И все Собственно Энтузиазм пропадает И все Обезличивается Абсолютно И Абсолютно все серое И И самое главное Вот эта Открытость интернета Пропадает То есть Нами управляет Какая-то одна компания Например Фейсбук Очень сильно Я думаю В Америке Просто дальше Фейсбука Люди не ходят Вообще Ну Некоторые Да И они видят Кучу лишней информации В том числе рекламы В том числе Каких-то постов Которые могут Так скажем Управлять вами То есть Возможно С помощью Каких-то организаций Плюс Если вы сидите В одной и той же хрени Каждый день Постоянно У вас легко Вас легко Отследить Вашу информацию Легко взять О вас Что вы делаете Ваши привычки Мне вот Надувные доски Жобе Рекламируют справа Как они меня Отследили Интересно Вот именно Да Поэтому Короче говоря Вы понимаете Он против монополизации Из-за открытой веб Так скажем Чтобы никто Не мог ничем управлять Все это должно быть Децентрализовано Ну он наш Короче говоря Он такой Да И здесь Я просто К чему хочу привести Кроме того Что там есть Очень такая Интересная история Как он там Еще с одной тетенькой Они тоже вот Блогер этот основали Потом она ушла Еще куда-то Он там ушел Куда-то И короче Он сделан Медиум И по его мнению Медиум Это говорит Как ютуб для прозы То есть Якобы такая же хрень Но Я вам напомню Что ютуб Это часть монополии Гугл А медиум Хрен пойми И он здесь Очень сильно напирает На то Что мы охренеть Какие свободные Здесь очень есть Смешная тема Про то что Ну в общем В общем На чем больше времени Я провожу Сто Бла-бла-бла Короче в общем Он как-то Очень странно О медиуме отзывается То есть я бы не сказал Что все-таки Медиум Это какая-то такая Супер открытый веб И говорит Что там все не заказано Там очень много Рекламных постов И там просто Особенно на главной Ты охренеешь Сколько будет Каких-нибудь От чего-нибудь Каких-нибудь Может быть сейчас Все по-другому И он еще кричит Вообще-то типа В открытом вебе Круто выставлять Личность На показ То есть тот Кто написал Конкретно А в медиум Он как раз Против выставления Там все принадлежит Медиуму уже По-моему Да Возможно конечно Эван Виллимс Немножко не уследил За дизайнерами Я не знаю А может быть так и хотел И тут непонятно Чего он мутит Он по-другому Это все понимает Как-то чуть-чуть Согласен Короче говоря Медиум Он на первый взгляд Выглядит очень таким Ну свободным действительно Почему бы не написать Какую-нибудь хрень Но тем не менее Все что там Зафичерено Все что там на главной Просто посмотрите Реально Есть какие-то Интересные истории Понятно что Но Это очень много рекламы Очень много всякого такого Особенно в русском Я вообще до хрена встречал Такую тему И в конце ссылочка А кстати Очень какой-нибудь Интересный знаешь Там про буддизм текст И в конце Нашу книгу купите еще Да Вот такая тема Просто я вас быстро Ознакомил Вот поэтому он Форст Гамп Такой интернета Он вроде бы И как бы дурачок Я не хочу его оскорбить Да Но и вроде бы Как бы он гений Ну с одной стороны Да Вот так Идем дальше Обязательно Почитайте Если вас заинтересовало Это кстати Наше второе интервью Я говорил Что у нас сегодня Не одно интервью Вот второе Ну не опаздывает Просто Иван Виллинс Он бы сам рассказал Про это Так вот Ебэй идет в АМП Очень короткая статья Про то что Ебэй Блин Круты И вот Вот тот самый Алгоритм от Google Который Используется В выдаче Я так понимаю В мобильной выдаче Да В мобильной Именно Да Он Короче Ебэй Сделала так Чтобы у них Это все работало Круто Или делала Это еще Короче Сделала 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 Да То есть Теперь Спокойно В мобильной Выдаче Продукты От Ебэй Охрененно Отображаются Как там надо В этой Выдаче Если вы Допустим Гуглите Какой нибудь Там Ебэй Геймпад Вот Поэтому Они тоже Не стоят на месте Они понимают Что мы Мы кстати Говорили Про Уже Про АМП Эту хрень Мы кстати Тоже Не стоим На месте И у нас Тоже АМП Должно Быть Я сейчас Пытаюсь Вспомнить Что нам Надо Добавить Там К Слэш АМП По моему В самом Конце И Что-то у меня Не работает Но по моему Есть Опять же Наш любимый Барри Шварц Написал Статью На Сироч Он По моему Он просто Все пишет На Сироч Вот так Прикольная Такая тема Просто К тому Что Хотя Казалось Б Эбэй Они же Такие Вообще АМП Было Для Новостей Придумано Там Именно Ты Гуглишь Там Турция Переворот На Телефоне У тебя Переворот На Телефоне Следующая И последняя Тема Закрывающая Соцки Это Про То Что Вайн Больше Ни хрена Не растет И Вообще Падает В продажах В цеме И в говне Я вам просто Хочу напомнить Что Вайн Мне кажется Что напишут В комментариях Количество Слова Говно Пусть пишут Да Вайн Я вам напоминаю Такая хрень Купленная Огромная Как не любит Эллен Вильямс Купленная Огромная Организация Твиттер Так Стоп А Твиттер его купил Или он его взрастил Вот Хороший Я не готов Мне кажется Что они Прямо Сами Его И сделали Короче Это такая хрень Приложение На телефон Чтобы записывать Шестисекундное Видео Вы не ослышали Шестисекундное Это намного меньше Чем в инстаграм Насколько я помню В инстаграм Там больше Сейчас до хрена Можно писать Вот в Вайн Принято писать Отрывочные Такие Видосы В которых Ты просто Когда прислоняешь Палец к экрану Он пишет видос Когда убираешь Нет И можно В несколько кадров Делать видео Прикольное С какой-то идеей Прикольной Например Ты бреешься И несколько стадий Бритья свои Зафиксировал Идеи Идей очень много Но к сожалению Часто так бывает Что просирается Вайн То есть У них реально Все Самое что главное Там очень много людей Увольняется И там просто Перечислена куча людей Всяких Менеджеров И т.д. и т.п. Кто-то там все ушли И general manager ушла Видимо Ханна Донован Вот Короче говоря Как-то все Не очень круто Куда уходят они интересно В инстаграм Или как бы Или они свои Какие-то проекты По Эвану Видео Да Хороший вопрос Интересно Может быть Вайн Это колыбель кадров Я сейчас хотел С тобой связать Эту всю хрень Ты наверняка знаешь Как в твиттере Короче видосы грузить По-моему Там же была какая-то тема Только на Вайн Сначала можно было Сначала да А теперь можно И просто Именно твиттерные видео Просто твиттерные видео То есть в принципе Нас освободили От Вайна И теперь вообще Никакое трафло Туда не поступает Да Ну в общем Вот так вот Грустно Или может быть Весело Кому-то От того что Загибается Немножко Стартапчик Можно переходить К Wordpress Тоже такой Стартапчик Который не загибается Между прочим Есть две темы Ну Там плагины Я тебе больше скажу К Вайну В твиттере Можно сейчас Включить В настройках профиля Показывать Сколько у меня Просмотров Вайн И если у тебя К твоему твиттер аккаунту Подсоединен Вайн И там есть Какие-то просмотры То он покажет У меня там Типа 2800 что ли Есть Вот на Вебсайне Ты популярный Вайн Ну это не очень популярный На самом деле Это не миллионы К сожалению Но вот Да Быстренько Блог Рубрика Про Wordpress Блог Плагин Архивер Устанавливается На Wordpress И каждый раз При обновлении Контента На сайте Отправляет Скриншот На Wayback Machine Это как Веб архив Который позволяет Посмотреть Как выглядел Твой сайт На определенных Стадиях И если вот ты хочешь прям Каждую стадию сайта Сохранить Накатываешь этот плагин Он каждый раз При запустении Нового поста Скринит это И отправляет На Wayback Machine Отлично Вдруг Вот вдруг Хочется сохранить Полностью сайт Как он выглядел Каждый раз Вот прям Каждый-каждый раз Поставьте обязательно Эту хрень Джефф Я не помню Джефф Нет Сара пишет Эту статью Она попробовала Реально работает Я просто вам больше скажу Это прикольно Смотреть у многих сайтов Как они изменялись Но я конечно не говорю Про какие-то маленькие Маленькие локальные Да Но у таких Практически как Google У них интересные Интересные Даже как Google Wired например Да Дизверш какой-нибудь Да 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 Это реально прикольно Да И вот так вы можете Облегчать Поиски Возможности Вот этой Людей Которые хотят Посмотреть Как ее Дизайн Выглядел В одиннадцатом году А никак Его не было еще В одиннадцатом году По-моему В тринадцатом году Появился Может и в четырнадцатом Не помню И второй плагин Который мы хотели Упомянуть В рубрике Про WordPress Featured Audio Называется он И он позволяет Просто фичерить Аудио И к каждому посту Прикреплять Не только миниатюру Запись В виде картинки Но и именно Трек какой-нибудь Прикреплять И просто Он как поле Выводится В самом конце От этого контента Вау То есть просто Если у вас Блог Который основан На музыке И вы хотите Каждый раз Прикладывать Какой-нибудь Трек И не хотите При этом Устанавливать Advanced Custom Fills Или любую другую Хреновину В которой поля Размечаются Можете накатить Этот плагин И все То есть Ну вот такие Я думаю Кстати у нас Вообще всегда В WordPress Какие-то такие Полезные советы Естественно Очумелые ручки Да То есть Ну мы не останавливаемся Здесь на сильно полезных И долгих советах Потому что Ну некогда А у нас есть Между прочим Видос про Посмотрите у нас На канале Да У нас есть Видос про WordPress Плагины Но Да Конечно Там уже У многих Вышли новые версии Но тем не менее Я думаю Я думаю Можно к Научпопу В космос Полететь Поехали Короче Китай Построил Крупнейший В мире Радиотелескоп Нихрена И самое Что главное Там есть Очень смешной Факт Про него Очень смешной Они как бы Построили Ну не до конца Еще построили Не запустили Так скажем Чтобы он там Хреначил Прям им телек Показывал С помощью Радиотелескопа В сентябре Написано В сентябре Так же Когда Вов Легион Я думаю В тот же день Скорее всего Его и будут показывать По телеку Конечно И вот Чувак сравнивает Немножко с Ротанг 600 Который мы В принципе Тоже недавно Про него что-то говорили Он намного больше Чем советский радиотелескоп Однако Он отличается Разве что диаметром 576 метров Однако Эффективность его В несколько раз ниже Чем новый китайский Телескоп Фаст Он Фаст называется Да уж Возможно Фаст это какой-нибудь Фак Что-нибудь Я не знаю Но самое главное Что Мне очень нравится Что монстр Имеет площадь 30 футбольных полей А монстр Это не покемонстр А все-таки Фаст Вот этот телескоп Тот самый Строительство Заняло 5 лет Ну в Китае Там быстро все И обошлось В стране 180 миллионов бачей Это немного Тем более для Китая И что самое главное Мне очень нравится Что один из ученых Занятых работой Над Фаст Отметил Что если тарелку Наполнить вином И разлить по бутылкам То каждый житель земли И получит по 5 бутылок Что им делать Не хрен бы я такое считать Или каждый китаец По 6 бутылок Ну в общем вы поняли Да математику Короче говоря Телескоп с сентября Если кому-то Вдруг кто-то в Китае живет Подключайтесь Там нормально Походите Смотрите Но вообще Чтобы вы понимали Фаст займется Поиском внеземной жизни А также экзотическими Космическими телами Вроде пульсаров Квазаров А также гравитационные волны Ну блин Квазаров можно будет искать Рядом с ним Или заводить себе Я бы хотел Найти Или бульбасавру Найти экзотический Космический пульсар И дома себе завести Такой Согласен По-моему будет прикольно Питомец И теперь такая Ну Не знаю Даже грустная Или веселая тема Про тайну Жизнь гигантов И здесь Практически Про наш логотип Ювеб дизайна Последняя тема Из научпопа Ни хрена Да Здесь о том Что Джуно Такой спутник Зонд точнее Такой Который Летит Аж до гиганта До планеты Гиганта Юпитера Знаменитый Вот этот Который с кольцами Который у нас Не который Властелин колец А который у нас Нарисован на логотипе Такой Юпитер И Джуно Между прочим Многие любят Переводить и шутить Что это Юнона Та самая Жена Юпитера По древней мифологии Летит к нему Чтоб спалить Как он там Со своими Спутниками То есть любовницами И любовниками А такое было Тоже в мифологии Не раз Как он с ними Там забавляется Но это на самом деле Все шутки Потому что сам Джуно Зонд вот этот Гартман Ионельный зонд Так вот Джуно Все таки отправлен Чтобы исследовать Сам Юпитер И даже больше того Внутренностью Юпитера Там короче Все описано Что опять же Я сейчас наверное Буду ошибаться Там короче Вся оболочка То есть понятно Что он все таки Твердый конечно Юпитер Я не буду говорить Ну что Это же газовый гигант Да Газовый гигант Но имеется ввиду Что там очень Такой Блин Там гелий Там какой-то Водород дикий Гелий водород То есть там Дышать нельзя Я просто к этому Все Гельдород Гельдород Да Лед из газа Погодные дела Короче Вы понимаете Да И что самое главное Короче говоря На этом зонде Джуно Очень много Очень крутых девайсов Очень много Очень крутых девайсов Да Там есть картиночка Даже что Там всякие Короче И будет красные Порты И блютузы Да И в общем Много-много Всяких девайсов Которые посылают Волны Различные Там Разные радиоволны И т.д. и т.п. Даже плазму волны Я вижу Здесь Плазма Вейвс Инстерум Да То есть с плазмоганом Реально летит хрень Которая Как вы понимаете Ну зонт не может Приземлиться на Юпитер Просто походить Он Я думаю полетать Он будет летать Как полетаю Да И посылать сигналы С помощью которых В принципе Ну как они вернутся Какая длина будет И т.д. и т.п. Можно определить Что там внутри Юпитера Какие там Важные элементы Неважные для жизни Может быть там люди живут По слухам Ядро изо льда Между прочим Из камня льда Реально Ну то есть Кремень Круто да И смотри Обрати внимание На Юпитере тоже есть Солнечные сияни Ну да На полюсах Но они голубенькие какие-то Но еще надо сказать Что про Юпитер Это огромная планета Она не то чтобы чуть-чуть Но она немного Так скажем Не дотягивает До звездности То есть до звезды Она до великана Настолько что ли Да да То есть она Ну не то чтобы солнце Но это огромная планета Реально И то есть Ей бы еще чуть-чуть И она бы охренеть Что бы делала Только телескоп Хаббл На данный момент В ультрафиолете Наблюдает полярное сияние Сам телескоп А тут Теперь Это Джуна Даже будет Интересно Здесь написано Когда Джуна Уже прилетит Да непосредственно Ну хороший вопрос Ну тут Следить за полетом Можно на сайте Whereisjuna.info Отлично Так что И посмотрите Фотографии обязательно Очень прикольно Да Вообще Статья прям Хорошая Ну можно перейти К темам слушателей Мы вообще Насколько У нас еще Все слушатели Не разбежались Еще не разбежались Совсем Прям можно Вы нам В наше отсутствие Двухнедельное Я съездил в Маскал Питер И сейчас кстати говоря Ну просто Перейдем к темам Я хочу извиниться Перед всеми Возможно Петербуржцами И там Перед Ну там Перед Сергеем Шнуровым Там Перед Дартаньяном Перед Боярским Перед Зенитом Ну и в принципе Перед Семьи Не то чтобы я сейчас Шучу или что-то А просто что Как-то мне Почему Может быть потому что Я устал Почему-то Москва Вот больше понравилась Ну я тебе скажу Почему Ты в пригородах не был Я не был Я не был в Петергофе Я в общем Я не видел Короче Петербурга Поэтому я быдло На самом деле И грош мне цена Как путешественник Вот Поэтому Ну вот как-то Вот Москва Не знаю Короче говоря Идем К темам подкаста Да Пишите К темам 91 Питер Или Москва Так вот Привет Санек и Никита Было бы интересно Послушать ваше мнение Об этой теме Это как раз Про Apple Pay Услышали Наши мнения По этой теме Пацаны Когда девчонку В подкаст Заведете Еще скажите Что про убийцу Бутстрап Материал дизайн Лайк думаете Тут надо сказать Что нам бы В принципе Девчонку Хотя бы завести В каком-то Да уж Не планировали Пока Формат у нас Другой немного Подумаем Посмотрим А про убийцу Не подожди Давай знаешь Чё девчонки А чё это Олег прокомментировал Ты давай Вот если нам Девчонка Скажешь какая-нибудь Известная Веб-круга Да мы перегласим Базары нет Не знаю таких Но может Если нам Паула Сама Боровска Скажет На это согласен Про убийцу Бутстрап Обсуждали еще В подкасте Номер 46 Хрен когда Год назад Алексей напишет Парни спасибо За ваши подкасты Вордпресс Тема С использованием Лорель Блейд Шаблонизатора Я Блейд Только фильм Задал Классный кстати Примерно как та гифка Из 80-х И 90-х Ну мы короче Этой новостью поделимся Которая про Лорель Блейд Там реально прикольно А про диплой Будет отдельный видос Мы давно обещали Дальше Так что Алексей Спасибо Мне нравится Что у нас люди Не чураются И оставляют свои сайты Так скажем Чтобы у них Ник подчеркивался Сайтом Это прикольно Дальше Эмбр комментировал Я не знаю Какой это Эмбр Это который С Шерлока Не Не-не-не Из Джеймса Бонда Джеймса Бонда Точно М На каком ресурсе Берете телочек Для паблика ВК Все Телочки Для паблика ВК Нами Отфотографируются Каждый день Я с утра Перед работой В 8 Встаю Не чищу зубы Уже Ужасно Мне плохо Я Фотографирую телочек А потом Расчехляю свой Canon Mark 3 5D Свой iPhone 5 Какие цветовые схемы Юзаете для кодинга Ну-ка Побывал много раз Темные Побывал где Много раз Ну пробовал Скорее всего А Пробовал много раз Темные схемы Темные Но так как Большинство сайтов Делают в светлом формате А зал устают От смены яркости А 3 Иде Там темно И уютно Написал Фору строк Откруб Мы очень кстати Много думали про то Что для задротов Темные сайты Темные дизайны Круто Вот реально Непонятно почему Видимо потому что Они по ночам сидят Потому что идеи открывают Да Открыл браузер Чтоб проверить Там светло И глаз И глаза Взрываются Ну и вообще Интересно было бы Послушать про организацию работы Какая идея Или редактор кода Какой шрифт Какой ОС Используете У тебя там непонятно Когда записываешь Какую ОС Ты используешь Ну можно догадаться Если подумать Ну а идея Какую-то использую Я PHP Storm Использую И Я PHP Storm Можно же не только PHP Я сейчас как с тобой Как конечный Можно и JavaScript А Python можно? Python Ну не стоит По HR Для этого существует Хорошо Хорошо И самое главное Что там есть пара видосов Про вообще Как использовать ОС10 Про Есемити И Эль Капитан Как выйдет Сьерра Не бета Так сразу Тоже будет про нее Видос Ну и Да Я везде Все светлое использую Даже в фотошопе Светлости Вот я хотел К этой основной теме То есть все-таки Ты стараешься От сайтов Светлых Не А я не знаю С чем это связано Может быть просто У меня зрение дерьмовое Причем Оно не то чтобы Дерьмовое Я в долине вижу А просто мне жить Уже тяжело Когда темное Все Просто есть такая тема Что вот когда Чуваки Которые много За Так скажем Дисплолеями сидят Они Ваш Ты охрененно Воспринимаешь Светлое все Ну когда свет Чего-то излучает А как только Что-то сумерки Ты ни хрена не видишь Да да Вот я в сумерках Вообще уже ничего Не вижу реально На улице Да да Поэтому Куриная слепота Уже все только светлое Использую Денис прокомментировал Как HTTP2 Сделает веб Подожди Никита А ты то В своих программах В которых ты работаешь Или у тебя там нет выбора У меня в первых нет выбора Во-вторых Слушай Я сейчас даже подумаю Может у тебя обойка темная Ты хоть где-то отыгрываешься Я подумаю Да То есть Где я меняю Где я что делаю Я честно говоря По настроению Вот нигде не вижу Чтобы я темную стала Мне кажется Тоже у меня везде Все светлая хрень У меня обоинка Там Рейнер И к нему идет Артас И это такой как бы Из Heroes of the Storm Такой как бы Арт Вот такая обойка Ну там Темная все В Heroes of the Storm Потому что там Nexus В космосфере происходит Да Согласен Вот такая история Че я говорил А Денис Пишет Как HTTP2 Сделать веб быстрее Может это и есть Тихая революция С хабра И ему Олен Чтобы это Делен Возможно С пакета Яровой К сожалению Не сделай И ты пишешь Может и есть Мы обсуждали HTTP2 В подкасте H74 Прикинь Как это давно было Как-то да Уже сколько воды Утекло Югпон прокомментировал Укроп это Блин Черт простите Юкроп прокомментировал Ребята Что ты искал в интернете Адекватные уроки По флекс Актуальные На 16 год Так что жду В подкасте Ну а лучше В отдельном выпуске И даешь вам хорошего отпуска Жаль с моим не совпадает Придется без подкаста А у нас там Он 1 июля это еще писал То есть реально Полмесяца жил без подкаста Укроп Югпон Да Ну я тут оставил ссылку На наш старый ролик Он наверное уже не такой актуальный Как хотелось бы Ну да Но просто мы не используем Флексбокс особо Поэтому вот как По работе придется Прям ковырнуться Я могу как бы Всякое Но вот я Просто Настолько он мне не нравится Что я не готов Про него что-то Хвалебное снимать Поэтому нет Ну и причем Он оставил свой твиттер То есть все нормально Может кто хотите Подписаться на чувака Из веб На югпоны Да На югпоны На укропы Далее Следующее Нам Лекс Как я понимаю Прокомментировал Ребята Будете ли вы вести Курсы по кодингу Я бы записался Мы Немножечко Плохо отзываемся О людях Которые просто Курсы ведут Потому что Зачастую Они Не учат главным Не учат фундаментал Угу Поэтому Не очень-то Планируем А прикинь Надо Может курсы По фундаментал Утонуть Там это Сортировка Пузырьком Да На туре Это круто будет И Дело в том Что нам надо Это маркетнуть Хорошо Нам надо Чтобы нас Кто-то Продал Тогда Можно А так Иначе Это не Принесет Никаких денег IT PIMP Окей Мой Нем Прокомментировал WordPress Hooks Туториал Плиз Ну ему Там Отвечают И В принципе В подкасте 66 Обсуждали Отличную Статью Про Hooks Там На Смешин Магазин Была Прям Статья Я помню Это Чуть ли не Первый Подкаст Где мы Попробовали На слух Вот такие Зубодробительные Темы Диктовать ADD Action Remove Action Там Короче Третий Параметр Это Priority И так Далее Ну До свидос Прикольно Илья Прокомментировал Что Прямо Большое И Крутое Можно Сделать На WordPress Учитывая Что Будет Заходить По 15 Тысяч Тысяч Человек Спасибо Сергей Ему Отвечает Что Сайт Интернет Сми Интернет Магазин Или Сайт Который Что-то Продает Доска Объявлений Но Он Меет Ввиду Что Многое Можно Сделать На WordPress Только Учти Что Шарит Хостинга Будет Мало Да И Покодить Придется Не Слабо Ну И Собственно Ты ему Отвечаешь Что Да Надо С серваком Работать База Данных И Бла 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 И В общем До Так Что Да Господин Двумпер Прокомментировал Или Дшат Двумпер Я думаю Я пытаюсь Теперь И по-русски Читать Привет Добра Вам И Процветания Интернет Синих Зубов Это Как раз То Что Ты Сейчас Будешь Говорить А Да Кстати Мы Решим Обсудить Прямо Сейчас И Да Это Про Bluetooth Он Кстати Еще Просит Обсудить Новый Лайк В Facebook И Я Как На зло Не помню Где Мы Его Обсуждали Я Не Нашел В каком-то Подкасте Обсуждали Я Не Нашел Было Да Было Поэтому Двумпер Посмотри А Про Bluetooth Да Bluetooth Будет 11 Модели Как бы Это Назвучало А Вы Думали Что Он Умер А Он Живой И Он Не Только Живой Но Он Будет Помогать GPS То есть GPS Будет Лучше Определяться Когда У вас Будет Bluetooth Хрень 11 Уровня Порядка И Как бы Почему бы Нет Ну В общем Раньше Были Просто GPS Навигаторы Потом Сделали A GPS Который Ориентируется По сотовым Вышкам Потом Apple И Google Добавили Возможность По Wi-Fi Ориентироваться Чтобы Внутри Квартир Как-то Определялось Лучше А теперь Bluetooth Хочет Тоже Поучаствовать Так Скажем И Помочь В более Точном Определении Геопозиции Внутри Помещения В общем Они еще Не загнулись Они что-то делают Молодцы Они причем В 2007 Начнутся Вот Вот Выходить В 2007 В 2017 Ну Верните Пожалуйста Верните В 2007 Да 11 Bluetooth Будет Вообще Хорошо Вова в тапках Прокомментировал Этот комментарий Должен зачитать Никита Читаю Ребята Ваши подкасты Замечательны Слушаю Смотрю Постоянно Стараюсь Не пропускать Спасибо за вашу Работу Но есть Одна Претензия Почему Никите Достается Меньше Эфирного Времени Нежели Александр Вам не кажется Это несправедливо По моему мнению У него Никиты Больше харизмы Что разбавляет Длинные подкасты Разделите Время между собой В пропорции 50 к 50 Эй Коланд Про комментировал По моему Все время Нужно отдать Вове в тапках Смешной ведь Да Вову в тапках Можно позвать Отлично Мне просто Нравится Что Нам пишут Какие-то личные Посты В комментариях Просто Даже Я не касаюсь Того Что это Мне Наконец-то Дали Короче Цветы Как Басков Но Просто К тому Что Кроме Просто Вот этих Сухих Ссылок Прикольно Что Люди Как бы На нас Как на Комментаторов На ведущих Emotional Connection Есть Некий Да Это Прикольно Это Круто Спасибо Вову в тапках Ты мне Ответ Никита Почему У нас Не 50 на 50 У нас Не 50 на 50 Потому что Я в основном Кушаю Вот А ты говоришь Поэтому Все нормально Я в это время Как бы Насыщаюсь А ты Но У нас Просто Темы Такие С тобой Вообще По количеству Тем У нас Строго 50 на 50 Иногда У тебя Больше И даже Больше И даже Некоторые Разделы У меня Отдельно Прямо И научпоп И В общем У нас Здесь реформы На самом деле Происходят Поэтому Если мы Придумаем Что Вдруг У меня Будет Там Я не знаю Отдельный Просто Раздел Про то Как я буду Рассказывать Как я не знаю Что делаю Чиню Микроволновки Почему-то Мне захотелось Сказать То мы Добавим Если это будет Интересно Слушать Ну вот Тем не менее Вот пока Так Тем более В дизайне Ты тоже Вставляешь Своё Веское Я Я стараюсь Вставлять Весь Подкаст Александр Маск Прокомментировал Я надеюсь Что он Все-таки Как-то Связан С С другим Да Топ-статья Все как мы любим Будет интересно Услышать Ваше мнение И собственно Он как раз Про своего Родственника Илона Маска Пишет Ну точнее Кидает нам Вокс.ком Ссылку Короче говоря На самом деле Популизм дешевый Как ты и пишешь Как-то не хочется Обсуждать Не знаю Мы просто с Никитой Реально Несколько раз К этой теме Подбирались Подстраивались Как бы это ни звучало И как-то Все Она нам не давалась Не превращает Вообще То есть не знаю Ну пусть кто-нибудь Почитает Если хочет Ну да То есть ссылка-то осталась Мы уже зачитали Озвучили Поэтому если кто-то Как-то То да Я вообще считаю Что у нас здесь Вот в этих Постах Вообще кладезь Для темок То есть чуваки Реально кидают Прикольные темы Которые стоит Всем посмотреть Интересная тема Флэш Алексей пишет Точнее его отсутствие Как решается проблема С веб-камерами Было бы интересно Подискутировать А я пишу Да что тут дискутировать Отвечаешь ты Многие веб-камеры Отдают уже готовый поток В MPEG 4 А он спокойно Встраивается Как HTML 5 видео Флэш история Флэш история Надо с этим Смириться Ну так и есть На самом деле Я подписываюсь Когда нечего Ответить на уроки Ты говоришь Ну да Я согласен С ним Мне нечего добавить Если ты еще Тупые шутки Я согласен С предыдущим оратором Кампус Бой Прокомментировал Какой язык лучше выбрать Первым для изучения Новичку Лики-пики Прокомментировал Ну там Подчинный Правильно пишет Что питон Потом Очень круто С Джанго Короче Через неделю Мы это обсудим Там реально прикольная тема Я думаю Это в разработку пойдет Всерьезно Я думаю Возможно Даже это будет За главной темой Следующего подкаста Но Согласен Согласен Спасибо Кампус Бой За то что Он уже много предлагает Я всех вижу Я всех запоминаю Да Согласен И у него аватарка Запоминающаяся Да А те кто один раз Предложили и слились Вот они им выговор Фахридин Прокомментировал Или Фахридин Я не знаю Давайте грустить вместе ТТ Плачущий смайл Он еще нам Как бы Подсказывает Что это плачущий смайл А то мы тут сидим Конечно Мы-то да Мы же первый день В интернетах Между прочим Кодинг из овер Да Мы обсудили Эту статью Да Было 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 Зацени Фахридин Кеша Пуделев Ударение на У Пуделев Кеша Пуделев Прокомментировал 13 вещей Которые не стоит Говорить разработчикам И тестировщикам Прям жиза Люблю жизу Честно Я сейчас вот Отвлекся чуть-чуть И когда ты сказал Пуделев Я хотел поправить тебя Пуделев А потом ты такой Мне говоришь На то же Что ударение на У Так что видимо Он не зря уточняет Возможно его путают Обычно Ну Пуделев Ну да Ну и как тебе Это темка Ты обсудим Нет это тоже в следующий раз Там такое Насучное с прикольчиком Пацаны не забудьте Следующий послушать Кеша Пуделев И Кампус Бой Послушайте Сергей прокомментировал Будущее ли это И снова кидает нам В прошлогоднюю Прошлоподкастную тему Да ее уже запорошило Не понимаю Как так получается Тоже не понимаю Может быть вы троллы Может быть вы сегодня Кинете нам Статью от Толстого Про то как фронтендить Окей Вонг Сейн прокомментировал Неоднократно в выпусках С разделами Которые были посвящены Анимации Упоминались Некоторые из правил Описанных в книге Disney Animation The Illusion of Life Предлагаю обсудить 12 принципов анимации Есть две неплохие статьи На эту тему Одна проиллюстрирована Гифками Вторая содержит Много букв Считаю что Дизайнерам Разработчикам Которые хоть В какой-то мере Работают с анимацией Будет полезно знать Эээ Смайлик Няшный смайлик Зы спасибо вам За самый венеральный Подкаст в Рунете Посвященный Веб-дизайну И разработке Еще один няшный смайлик Мне знаешь Что нравится Что чувак Пишет Во-первых С точечками Выделяет списки Во-вторых Он как-то обстоятельно Написал Вот тут с гифками Тут и это Я практически Пришел к нему И он мне сразу дал Все ссылки Я все понял Ну и я так понимаю Это тоже через неделю Мы первую будем описывать Она тоже крутая Да Отлично Большое спасибо За комментарий Никита Вяткин пишет Из-за багов Телеграм Москвичка получила возможность Незаметно читать Переписку редакции Дождя Заголовок конечно желтый Но внутри раскрываются Достаточно интересные вещи Про секундность Телеграма На самом деле Никита преувеличивает Ни хрена интересно В этих вещах Никита не я Вяткин И да Вяткин естественно Этот наш Никита Тарасов Я преуменьшалась По умолчанию преувеличивать не может Да В общем Ну такое Такая себе тема Хотите посмотрите Почитайте Мне вообще было неинтересно Ну вот не включи Я прям зевнул на ней Не один раз Николай Карагодин Прокомментировал Николай Карагодин Заработок на создании сайтов Зарабатывать на разработке Или на дальнейшем Пятении проекта Сделав создание сайта Доступнее для клиента Плюсы и минусы Этих двух подходов Я думаю Что кстати Это вообще такая тема Про то Что поставить на счетчик Клиента И навяливать ему Кучу услуг Это прикольно Это прикольно Сейчас вот такая Эпоха Вампиром сайта Вам быть Да Веб-вампир Уже Не это Так скажем Не так Важно Просто продавать сайты Как товары Пачками Нужно продавать услуги Да Подсаживать на свою иглу Так скажем Хотя у нас в области В городе Уже лет 10 Есть некоторые студии Которые на собственных СМСках делают Всякие штуки Тем самым Как бы Делая так Чтобы никто другой Не мог эту работу Поддерживать Я не это конечно Имею ввиду Я просто имею ввиду Что лучше Чуть-чуть меньше денег Заработать сразу На сайте Но зато сказать Что поддержка Будет минимум Столько В течение Полугода По десятке По двадцатке Насколько договоритесь Но это будут Стабильные бабки И я вот так Знаешь В перспективе С высоты Своего небольшого Опыта И фрилансерского И всякого Такие вещи Они Более Продуктивные В долгосрочной перспективе Более стратегически Правильные Согласен Undefined прокомментировал Хай ребята Все здорово Но есть две просьбы Организационного характера Выкладывать Короче подкасты На салон клауд Он хочет Чтобы слушать На андроиде Или И запилить слэк Для Слэк Для вашей аудитории Было бы здорово Там общаться Это ведь не сложно Ваш благодарный Слушатель Так Мы во первых Запилились Саундклауд Поэтому ты давай Открывай там Чтобы все увидели Да каково Открывать Я только один Туда загрузил Это как-то долго А мы попробовали Мы когда Когда загрузим туда Все Я с 20-го начал И вверх Ну ты нихрена Ну а что Ну не знаю Ну с какого С 50-го начать Короче говоря Саундклауд Потихонечку Загрузим Я не знаю К новому году Все загрузим Я вообще ничего Обещать не могу Я очень надеюсь Что нас Скрылик Перепостит сразу же Да Или Баргора Хотя бы Зачем нам слаг Если сохраняются Не более тысячи сообщений 10 Ну не важно Короче слаг Тупняк Там надо каждого Вручную По почте Подтверждать В общем У нас есть чатик Телеграма Пишите Сане В личку Веб Сане Да Я дам ссылку И там нормальное общение Такое Деградационного характера Как и в слайке Собственно было бы Владимир Калачев Прокомментировал Как структурировать CSS Чтобы легко Ориентироваться В этой каше Куда И я чуть какашки Не прочитал Куда Как делать Пометки о CSS Чтобы потом Не задаваться вопросом Например А нафига Я тут Прописал этот класс Что он значит Комментарии писать Я ему отвечаю Мы в 84 Подкасте обсуждали Подожди Чувак Чувак возможно Не знает Про то Что есть такая Хрень Как Бэм И смэкс А ну да Есть же еще Методологии Что-то я как-то Да И можно ему Там такое Наворотить Что он погряз В методологии Потому что Вот просто я У нас во-первых Есть выпуск Про бэм и смэкс Вот реально Даже не подкаст А обзор Охрененный Топовый Посмотрите Почитайте И короче Организуйте свой CSS Вообще только так Там можно Такое сделать Я отредактирую Комментарии Которые здесь На сайте И добавлю Туда вторую ссылку А в 84 Мы обсуждали Тему Красивый Комментарий В CSS И там Как раз Говорили о том Как пометки Делать Джонни Айф Пишет Привет дизайнеры Вы уже успели Заценить нашу iOS 10 Бета Чуваки Мы избавились От слайдера На блокировочном Экране К которому Привыкли Пользователи Как минимум 10 миллионов Сейчас надо Два раза Тыкнуть На кнопку Home Устройство По всему миру Тем самым Мы говорим Человечеству Купи уже Новый телефон И ни в коем случае Не считаем это Плохим UX Вопреки всем Советам специалистов Из интернета А еще Помните нашу Гордость Плавной анимации Мы подкрутили Ее до 825 миллисекунд Почему мы Не посоветались Сарой Потому что Рвотный рефлекс Помогает снизить Общее потребление Пищи на планете И заставить вас Думать о покупке Нового девайса Мы пошли дальше И наняли Глухонемых Дальтоников На должность Графических дизайнеров Для усиления Эффекта морского Заболевания И стимулирования Покупки нового девайса Вы обязательно Должны заценить Наше решение Вставить Заблюренный Белый бэкграунд При открытии Папки на вашем iOS устройстве И решили добить Едва различимым Заголовком К любой Открытой папке На вашем устройстве На все это Меня и мою команду Соподвигло Компаративное Мероприятие На полях В Колумбии Поскрипну Да, мы слушали Ваши подкасты Во время Поиска вдохновения В путешествии Расскажите нам Побольше О новых Правильных Дизайн-решениях В эти области Ведь мы не умеем Читать на английском Мы с высокой колокольниц Сделаем наоборот Потому что нам Нас Гэрэш Сэй Тим Кук И Мастин Ну это смешно Только это не Гарош Был А Гром Маш Я не был готов Потому что Мы не будем покупать Мы будем раба Я не был готов Потому что здесь Горош вклиниться В такую речь Господина Джонни Айва И я очень рад Что он смог нам Из Англии написать Потому что он уже Практически уже Сэр Или нет Сэр Так что сэр Спасибо за сообщение Я Чем мы будем делать Теперь Мы будем говорить Что мы тоже Недоумеваем От некоторых Дизайнерских решений В iOS 10 Не только дизайнерских Но и UX И не только в iOS 10 Там у Apple Много всяких приколов Типа iTunes Согласен Согласен Да То есть Спорность Многих вещей Не вызывает Никаких сомнений Будем надеяться Потому что На самом деле Беты 9 iOS Они Отличались от релиза Там докручивалось Всякое И вот Именно Плавность Анимации И прочие другие вещи Они как раз Докручивались Именно до релиза Поэтому Не будем пока отчаиваться Но да Я тоже Вот себе поставил На пятерочку И есть у меня Хотя вот По поводу Чтобы разблокировать На 2 раза Холм нажать Я уже перепривык И мне как-то Даже и больше нравится В общем спасибо Что пишете нам Из Англии Это круто LongSign прокомментировал Сегодня он окнулся На статью Про использование И возможную Замену Иконки Гамбургера Надеюсь Сообщество Найдет Тему интересной Ну и Про гамбургеры Мы до хрена Говорили Да Просто там Еще у него Тема 2014 года Да Может мы Примерно тогда И обсуждали это Поэтому Я оставил ссылки На 72-73 выпуски Вот Алеша прокомментировал Вот ли Ебопытная Статья От Сестра Мы ее Обсудили Про то что Фронтенд Разработчик Должен до хрена Знать Ну ладно Ле Ебопытная Я просто пытался Прочитать Я понял Владимир Родин Прокомментировал Перевод статьи Будущая история В браузерах Было очень интересно Разобрать этот материал Надеюсь И вам будет интересно Обсудить Чтобы ты понимал Он на своем сайте Выкладывает перевод Да я думаю Мы не против Но мы просто В следующий раз Наверное Я против У него гигантский Слишком шрифт На сайте Реально читать Неудобно Но я покажу Через неделю Если он не исправит За неделю Но да Покажем Но мне оригинал Больше понравился Он на медиуме Опять же Отлично Ликипики Прокомментировал Узываете докер Или вим Пачаны Используйте бета Докер Для элькопика Я так понимаю К сожалению Да Опять Алеша Опять Алеша пишет Ребят А помните Как вы тормозили В одном из старых подкастов По теме терминов шрифта Почитайте Суприма ТВ Неожиданно для себя Алеша сам тормознул Потому что мы Поделились этой ссылкой На сайте Причем Поделились мы Ей 11 А он коммент написал 15 Юля Поэтому Погнали Алеша Пакер Ярового дизайнера Или Ярового Может Редизайн логотипа Мастеркард Собственно Мы и рассмотрели Мы не этот обзор Рассмотрели А наши Ну короче Да И последний Из комментариев Которые вы нам написали Я вас еще раз Просто попрошу Писать Темы Которые вам интересны Мы их обязательно прочтем Вот как Хотя бы поприкалываемся Вам же не будет скучно Хотя бы А то вы там Со своими дизайнерскими Темами уже просто Охренели поди Ну да Вот Поэтому пишите обязательно Степан Шепр комментировал Крутая статья О Толстого О том Как делать дропдауны Которые не бесят Я даже не успел Он Это написал Практически Перед нашей подготовкой К подкасту Я даже не успел Здесь ответить Видимо в следующий раз Хотя не обещаю Я не смотрел ее Еще не знаю Что там Может быть Но у нас Темы Толстого В приоритете Согласен Мы ему отдаем Предпочтение Некое Ну че Еще раз говорим Что на Можно писать Оставлять темы К следующему подкасту Там всегда появляется Сайт Бай Хэйн В Сайт Байе всегда есть Ссылка Да И че еще Давай Как обычно Там инстаграм Как обычно Обойку сначала Мы обсудим Где ты видишь Наш подкаст Никита Меня в прошлый раз Оскорбили И ничего не прокомментировали На мое гениальное Описание обойки Я поэтому забыл Сегодня вообще Нахрен Ну попробуй Сейчас экспром Нам как-то выдать Так Сейчас я проскроллю У нас тут просто Глеб Самойлов Из-за Матрикс Да Вижу Ну слушай Наш подкаст Это наверняка Крутая гора С которой можно Упасть легко Та на которой Фотограф находится Да И на которой Чувак ехал Ехал У него аж Отлетел Сноуборд И он практически С этой лавиной Информации Слетел Но он естественно Не разобьется Не Она его подхватит И укутает спокойно Как об облачко Конечно Вот я-то думал Что наш подкаст Это лавина Что перед тем Как его слушать Надо прям подготовиться Внимание Впереди лавина информации Вас может прям Захлестнуть И да Но Как-то так Извините Что мы такие молодцы Сами себя не похвалишь Никто не похвалит Ладно Это были YouWebDesign Подписывайтесь на нас В соцсетях Вконтакте Ситры Фейсбуке В инстаграме В гугл плюсе В инстаграме Кстати Саундклауд Да Почти в саундклауде В инстаграме мы кстати Выкладываем теперь фоточки Перед записью Может быть еще что-нибудь Будем выкладывать Посмотрим Может быть даже на Вайне Начнем что-нибудь выкладывать Я на самом деле Тешу такую мысль В глубине души Посмотрим Посмотрим В общем следите за нами Ставьте пальцы вверх Пишите комментарии Подписывайтесь на канал В iTunes Ставьте звездочки Пишите отзывы Смарт-дейд покупайте Да Да И увидимся через неделю С вами был Никита Тарасов И Александр Гончаров Удачного всем дня Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...